Религия Ещё раз добрый день. Тем пойдёт, я думаю, вы понимаете, раз пришли сюда, пойдёт религия. И религии конкретно, а христианской религии, хотя можно немножко задеть и другие, но в основном-то я старался разобраться именно в христианской религии, это наша домашняя религия. Её мне вполне хватило для того, чтобы понять и причины своих неудач в судьбе, причины своих заболеваний и многое, что другое. Отсюда главное, что я хотел бы подчеркнуть вот в этот раз, потому что задают вопросы, как бы зачем я выступаю, если существует в церкви всевозможные конфессии с колоссальным авторитетом. Но я знаю очень многих людей, которые считают себя верующими, которые посещают храм, достаточно достойные люди. Они стараются жить по моральным законам, соблюдать праздники, соблюдать посты и многое другое. Но судьба у них продолжает, скажем так, быть неблаговидной, болезни одолевают и так далее, и так далее. И вот если вспомнить фразу, которая всем хорошо известна, что посеешь, то и пожнёшь, можно ответить, что же мы такого сеем, что жизнь наша продолжает постепенно, постепенно уходить в негатив. У одного больше, у одного меньше, но в общем-то мы чувствуем, что даже в среде всего человечества мы живём всё хуже и хуже. Войн всё больше, нечистоплотности всё больше. Почему? И кажется, что зло нас одолевает. На самом деле зло нас одолевает не потому, что мы такие плохие, мы всё-таки рождены Богом, отче наш, а одолевает потому, что мы не совсем понимаем, что нам делать. И говорить о Боге, искренне считать, что я верю, искренне считать, что я почти свят, морально, я такой, 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 этого недостаточно. В своё время у меня был очень жёсткий диалог с самим собой, и я достаточно быстро стал понимать, что мои внешние формы поведения – это маловато для того, чтобы быть по-настоящему морально чистым человеком. А есть ещё и мысли, и чувства. И когда я попытался укротить именно внутренний мир свой, оказалось не так-то просто. Во-первых, мы не признаём, что, скажем, наше чувство или мысли есть грех. Огромное большинство людей считает, что это ничего особенного. А на самом деле фраза «Христа держи очаг помыса в чистоте» говорит о том, что это важно. Если вы там что-то в себе посчитаете, лучше отрубите руку себе, помните? То есть это не значит, что он сделал человек, а он только замыслил. А замыслы наши, если мы их останавливаем на уровне замыслов, они всё равно грешны. И я это понял, потому что с тех, с того момента, когда у меня стало получаться уходить от обид, от раздражений, от страхов, от ревности, от многих других негативных эмоций, буквально полгода всего прошло, не больше, когда я вижу, что жизнь у меня начинает меняться. Я насторожился, я очень такой недоверчивый человек. Если уж какой-то эксперимент идёт, его надо закончить в чистую, чтобы доказательно и по времени, и по многочисленным фактам должно быть. Факты – прямая вещь. И когда через полгода пошли сдвиги уже такие серьёзные, а через год-полтора я убедился, что моя судьба круто изменилась в лучшую сторону, вне зависимости от возраста. Тогда я ей сказал, что я не верю, что Бог есть, я знаю, что Он есть, потому что я имею право, так сказать, ибо только знание, убеждённость может говорить о том, что да. Многие люди верующие колеблются, некоторые уходят в секты, в сект колоссальное количество, многие ушли в эзотерику, потому что то, что предлагают официальные храмы, многих людей очень настырных, любопытных, не удовлетворяет. И отсюда, почему же тогда в храмах нам не отвечают конкретно по вот этим вопросам? Я тоже ходил туда и не раз, и не два. И вот в конечном итоге замыкался наш разговор на том, что, если хочешь много, почитай вот такие книги, почитай такие книги. Ходи часто в храм, постись, молись. Опять вот та же формула отношения человека с храмом. Я почему не называю церковь? Можно называть церковь, но церковь по определению Христа – нечто другое. Вот я с терминологией тоже достаточно серьёзно разбирался. Богословы говорят в своих трактатах, что церковь – есть тело Христа. А мы, как бы, причастием своим присоединяемся к этому. С одной стороны, это правильно, потому что Иисус был глава церкви, и причастие к нему, как бы, формальное. Это просфора, когор там в разных конфессиях немножко по-разному, но, в общем-то, суть одна и та же. А что сказал Иисус по поводу своего тела? «Я воплощённое Слово Божие», то есть Слово «воплоти». И если вы формально просфору и когор съели и запили, и вы только формально причастились к христианству, а по-настоящему причастие к христианству заключается в чём? Живите Словом. Не то, что вы его где-то записали в сознании, что вот они такие фразы красивые, их очень много, прямой речи Христа очень много в Новом Завете. И он был вправ, а он чувствует только одна фраза – «прощайте и прощены будете». Кому вы будете прощать, он говорил своим ученикам, тому и Отец Небесный простит. А кому мы прощаемся, если мы сплошь и рядом в обидах купаемся? И мы не считаем это грехом. Почему? Вот вам логика. К сожалению, стараются преподнести нам веру без логики, но вера без логики для мозга мертва. Мозг – инструмент логики, он требует этой логики. И можно сказать, что у истины нет логики. Истина – это сама простейшая, ясная логика. Если когда-то Бог сошёл на землю в лице Христа, Он не мог быть непонятен людям. Поэтому Он был очень прост, очень ясен и очень последовательен. А то, что потом из этого люди здесь слепили и так далее, и так далее, что и породило колоссальное количество направлений в первом же и втором веке. Потом началась борьба между этими конфессиями. Потом откристаллизовалась одна главная веть. Потом она, по-моему, в X веке или в XI разделилась. От вселенской откололись. Католики откололись, потом в XVI протестанты. И каждая из этих конфессий имеет свои подразделения. Можно сказать, при одном Боге и Христе. Почему же это происходит? Как же собрать воедино суть христианства? Как? А нужен опыт. Я же тоже шел методом пробы и ошибок. И не могу сказать, что я абсолютно все знаю. Не могу сказать, что я все абсолютно победил. Но то, что мне дало вот эти вот годы, то, что я в этой теме, я вообще забыл, что такое болезни. Я забыл, что такое какие-то неудачи. Они местами нас покусывают, кажется, козлища библейские. Но дело в том, что ты всегда выходишь из борьбы победителем. Почему? Потому что я помню, что если тебе где-то кажется, ну, в твоей адресе какая-то несправедливость допущена, если я не мог ее обойти, никак, значит, я ее заслужил. Что если я ее не знаю, то есть в этом, собственно, есть искупление. Почему я так верю абсолютно вот в эту фразу, что посеешь, ты пожнешь раз, и прощаете, прощаете будете? Да потому что я научился прощать искренне от души. Не просто говорить, как культурный человек, что я не обижаюсь, я вас прощаю, это только слова. Но когда внутри уходит обида, ее просто не существует. Вот только тогда наступает искреннее прощение. А люди не могут связать эти вещи. Почему? Потому что мозг протестует. Они вроде бы и хотят это сделать, а мозг не дает. И если вы когда-нибудь почитаете книгу «Обдуршин», там как раз красной нитью по многим главам проходит. Что, к сожалению, человек не ищет эфира под покровом рассудка, а он правит вами через мозг. Если задеть немножко физики, мозг работает на скорости волны 300 тысяч километров в секунду. Этот диапазон противникам захвачен тьмой и давно. Поэтому поднять голову и выбраться из этой трясины. Сначала нужно рассудить, подчинить Богу, душе и Богу. Только в таком случае он начинает работать ясно и просто для твоей души, а не против твоей души. Тогда начинаешь понимать, почему эмоции противостоят закону. Любая эмоция отрицательная противостоит закону Божьему, а раз противостоит, мы грешники и в страхе, и в обидах, и в ревности. И где-то есть и зависть, где-то есть еще худшие какие-то прегрешения, уныние. Казалось бы, такая мирная эмоция, она тоже грех. Почему человек унывает? Давайте вот разберем одну эмоцию. Жизнь тяжелая, все время вот плохо, плохо, кругом плохо, плохо организована жизнь. Нас, скажем так, власти как-то не очень хотят думать о простых людях и так далее, и так далее. Что я не буду время на это тратить. И начинается вот это вот тяжелое-тяжело. А кто эту жизнь строил? Мы. Каждый из нас внес лепту греховную в этот мир. И за нее несет ответственность. И пока он не примет позицию смирения, так за ним и будет тащиться хвост неотработанных его грехов за ним. Никогда, нигде уж, простите, ни одного греха никогда, никакой священник не отпустил. Это невозможно, он тогда выше закона ссорит себя. Вот в чем дело. Почему многие ходят, им там грехи прощают неоднократно, Иисус своей смертью искупил все наши грехи и так далее. Почему же мы страдаем тогда на земле? Если нас уже дважды, трижды все сняли. Страдаем мы за грехи свои, нам говорят. Правильно. Но почему же продолжаем страдать после того, как нам эти грехи отпустили? Плацебо, как говорят, пустышка. Поэтому я никогда, скажем так, не пытался ни бороться с этим. Просто я высказываю свое мнение. Не принимайте его, скажем так, если вам оно не нравится. Надо. Просто это пришло в результате опыта. Когда годами сталкиваешься с отрицательными эмоциями, и в конце концов они уходят. На каждую эмоцию есть своя методика. Не просто так это все. Скажем, страх отдельно о конструкции логики побеждается. Ревность другой конструкции логики. Взять обида – третья конструкция логики. Мы сейчас об этом поговорим, и если надо, порисуем. Поэтому на это истрачены были годы. Путешествия в эту сторону. Я сказал, либо я это добьюсь, либо я разобью лоб и скажу, я такой же слабый, как и все остальные, буду тащиться по жизни, болеть и страдать. Потому что мне когда-то сказано, победишь свои грехи, будешь счастливым человеком, здоровым. Не победишь – останешься так, как все. Было такое. Тогда где мои грехи? С чего начинать? Я отследил в себе обиды есть, есть и ревность, и это, и это, и это. Все есть. Признал, что внутренний мир наш тоже есть грех, не просто внешний. Это тоже очень важно. Потому что для многих людей это считается, ну как, они не верят в это. Что это как проектный институт, я еще этого не сделал. На самом деле и мысль есть поступок, и чувство есть поступок. После того, как, ну давайте даже немножко порисую, чтобы более предметно было. В основу борьбы я не какую-то от себя тяну изобрел. Я либо законы, определенные законы, либо качество Бога. Если Бог сильнее тьмы, почему я должен бояться? Инструменты этой тьмы, они на меня как бы нападали. То есть какие-то хамы, воры, все только не было в моей судьбе. И я сказал, я должен их прощать. Почему? Если конкретно я, мое имя, участвовал в грехах, вот мои грехи. Зашел до какой-то точки. Это было 22 года назад, почти 23. А вот будущее мое от чего зависит? Ведь прошлое начинает избивать мое настоящее будущее. И если я не принимаю в смирении удар судьбы, что происходит? Тогда условно рисую бесконечность силы Божьей или крестной силы. Она говорит, страдай, потому что ты заставил страдать когда-то другого. Только ты, может, немного заставил страдать. А вот тут в сторице приходит ответ тебе, что сеешь, что и пожинаешь. Кто это сеял? Я сеял. А кто будет пожинать? А то же я. Куда ж денешься? Только разные, скажем так, источники идут. Или это могут быть люди, это могут быть какие-то ситуации непредвиденные, которые именно с тобой и происходят. Это может семейные дрязги какие-то, все что угодно. Очень много вариантов. И вот когда я с этой схемой разобрался, я стал понимать, что если я грешник, я не имею права ныть, унывать, обижаться, раздражаться на то, что мне несет моя судьба. Судьба – слово суд. Допоминаю. Какое слово? И если так? Все эти отрицательные эмоции, которые я назвал еще раз, обида, уныние, раздражение, претензии какие-то, гнев, высшая фаза раздражения, все это противостоит закону Божьему, который возвращает меня, это закон мне возвращает. А людские, скажем так, контакты – это всего лишь на все инструменты в руках Господа. Мне же через кого-то должно вернуться. Прекраснодушный человек, который тоже умеет прощать и так далее, он же мне пакость не принесет. Поэтому вот эти вот козлища, которые существуют на земле вокруг нас, которые якобы несправедливость несут, как ни странно, они нам все это возвращают. Отсюда откуда же будет хорошая судьба? И если в сумме это делает не только, скажем, какой-то народ там ваш или там российский, а этот момент, он касается всего человечества. И посмотрите, что в этом человечестве сейчас происходит. Кругом войны, кругом какие-то события, которые, ну, явно вот за последние, особенно 20-30 лет, они сползают просто в пропасть какую-то. И разговоры идут о мире, разговоры о морали, о религии, столько, и в основном это все деньги. И тщеславие, слава, люди охотятся и за этим, и за этим. Развлечься, а для этого нужны деньги, прославиться, любой ценой. Небольшая часть людей, которые относятся, я считаю, к нормальным, они ищут, и тоже Библия их называет, ищите и обречете, ищите и найдете. Я когда-то искал, тоже и все на храмах искал, и каких-то мудрых людей находил, и с монахами разговаривал, и все они примерно вот одно и то же говорили, что кто-то был разочарован, кто-то там ушел туда или сюда, отправляли мне к святым книгам, почитаю, вникни все это, я говорю, я читаю. Ну, берешь какую-то книгу какого-то святого. Там много изречений в этой книге. Но нигде нет методики, как с этим-то бороться. Нету. В основном это голодовки, уход из социума куда-нибудь, в леса, в степи, в горы, чтобы никого не видно и не слышно. Я думаю, я не могу уйти. Если у меня семья, если у меня активный возраст. Ну, может быть, это был вариант такой, но вот ощущение у меня было. А попробуй здесь справиться, в социуме не уходя. И оказывается, что здесь путь может быть быстрее пройден. Почему? Если уйду в лес к белкам и медведям, кто же мне там хамить будет или обворовывать, или еще что-то, ничего не будет многие годы. Там главное пока хмить себя и не замерзнуть. А вот тут ежедневно удар за ударом, удар за ударом. И если я научился принимать эти удары в смирении, значит, списание будет не как в лесу раз в год от чего-то. А каждый день идет много. Ведь каждый раз, когда я простил, списывается с меня прошлое. Каждый конкретный эпизод. Кому вы будете прощать, Иисус говорил, того Отец Небесный простит. То есть, получается, своим прощением я включаю линию, и воля Божия с меня списывает грех. То есть, беса, которого я породил. Почему я так уверенно говорю? Потому что, еще раз говорю, прошло полгода. Год-полтора, вот здесь уже пошли дивиденды. А потом вот здесь уже настолько интересно стало все меняться. Я думаю, как же я мог столько лет ходить мимо вот этого? Я себя укорял. Нельзя было на поводу идти. Да, допустим, у меня, может, мама прекрасная была. Она там ученый. У меня бабушка меня в храм водила еще с молоду, пока я там мальчишкой был. Но потом и уважение у меня всегда было к церкви, к таковой. Но вот пришла пора, когда 46 лет, я вдруг понял, что дальше так жить нельзя. Все разваливается кругом, и жить становится тошно. И как уйти от этой тошноты? Потому что есть люди, которые, как я назову, пофигисты. А что будет, то и будет. В крайнем случае, пошел там, бутылку выпил, и все прошло. И я не могу так. У меня вот здесь душа... Вот такой протест начался. И вот этот протест в конечном итоге, видимо, очень силен. Включил какой-то вот диалог. И у меня вот пошло вот это все. Скажем, это мы разобрались с этой группой эмоций. Я думаю, вы запомнили. Далее страх. Страх очень... Такая эмоция нехорошая. Потому что бьет она вот сюда, в солнечное сплетение. Если кто немножко знает, что в этом районе, можно сказать, тот шнур, который соединяет душу с телом. Поэтому страх перерубает этот шнур. Вот чем это опасно. И страхи многолики. И вам тоже не надо рассказывать, вы все взрослые люди. Не только за себя там, за квартиру, за детей особенно переживаешь. Там за родителей иногда, за страну и многое, что другое. За свое будущее, в конце концов. Каким образом мне удалось страиться со страхом? Если здесь логика была очень понятна, думаю, если я здесь обижаюсь, мне не нравится строгать закона. Мне нравится. И свои эмоции об этом Господу сигналю. В том-то и дело, что в этом-то и грех обиды. Что когда ты делаешь что-то плохое, грех, ты не думаешь об этом. А вот когда приходят собирать урожай, о, как нехорошо-то становится. А в этом мире правит любовь. А любовь, она вот так действует. Мы, как дети неразумные, караемся строгим родителем. Такие родители должны быть, чтобы вырастить нормального ребенка. И когда нас карает закон, наш Отец Небесный, нам это очень не нравится. Вот такие у нас взаимоотношения с Творцом. А считаем, что все вокруг виноваты, кроме нас самих. Виноватых мы ищем день и ночь. Если здесь человек не принял, то есть он опять обиделся, опять вошел в раздражение, тогда нам отсюда идет, что раз ты здесь не принимаешь в первом чтении, как говорится, наказание, то оно переносится немножко позже. Но раз ты не понял такого масштаба наказания, значит придет больше. Не понял здесь, значит придет дальше и больше. Это же тенденция, которая сейчас наблюдается. Посмотрите, что творится. И люди считают, многие, что они верующие. А мир и человечество сползает в пропасть. Мне удалось когда-то это остановить. Есть люди, которые пошли, многие сотни людей пошли, используя мотивы лекции, свою волю, свою веру настоящую. У них тоже начало получаться. Но из этих многих сотен остались многие десятки, к сожалению, процентов 10. Почему? Работать надо. Помните пословицу народную? Лень прежде нас родилась. И лень мать всех наших грехов. Отсюда все прождается. Поэтому прежде всего, конечно, вера номер один. Нужна сильная и настоящая вера. Не проговаривай мне, что я верю. А вот тут, вот ощущение, наверное, кто-то меня понимает, когда человек кого-то любил. Одно дело, говорить, я люблю. А другое дело, когда идет поток благодати, который ты накрываешь своего любимого, и наоборот это чувствуешь. Вот такая вера должна быть к Творцу и обратному. Тогда вы ее почувствуете. И это у меня состоялось давно когда-то. И когда это у меня состоялось, я говорю, за это стоит повоевать. Это очень такое состояние какой-то, такой благодати и радости. Возвращаемся к нашим грехам. А значит здесь понятно. А вот со страхом, тоже когда-то думал, им казалось, что у меня вроде нет страха, но у меня жизнь стала проверять. Приходили бандиты ко мне на квартиру с эвольверами разбираться. И мне говорят дома, не выходи, вызови милицию и разберись. И я говорю, нет, я выйду, все будет хорошо. Вышел, поговорил, давило меня, конечно, попытка, все-таки испугайся. И я говорю, что же, если я говорю, что я не боюсь, я буду бояться, я буду такой же лицемер, как и многие проповедники, которые говорят одно, зовут нас жить по заповедям, а сами по ним не живут. Такой смысл тогда входить в эту реку. Вот, и я в одном случае так, в другом случае, в третьем случае, вот когда несколько случаев меня проверили, был захват меня в гостинице тоже бандитами, еще там один случай был, и когда я повел себя правильно, то есть я не предал хорошего человека, не сбежал с этой гостиницы, еще там в одном случае, в третьем, в четвертом, и вдруг пошла большая сила. Почему? Проверка идет. Это проверка на дорогах. Ты говоришь и делаешь, или ты только просто говоришь, как многие, но не делаешь. Я не совсем понимал физику этих явлений, это потом позже пришло, потому что я понял, что кроме сути религии, я должен разбираться еще в сути физики, души. Надо понимать взаимодействие между оболочкой земной нашей и нашей душой. Это тоже очень важно, потому что мы все образованные люди, и мост наш можно поставить на место только настоящим знанием. Откуда я эту фразу взял? Давайте ее через Библию. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Это Евангелие от Иоанна, по-моему. Опознавать без рассудка человек не может, а рассудок нам все время мешается. Знаете, сколько я боев выдержал со своим этим? Только начинаешь о чем-то рассуждать, говоришь, что тебе все это надо? Иди в храм такой, иди в храм такой, да нижнюю тебя не получится, и вот это все давление идет, идет. И иногда я напрягаюсь, думаю, я же этого не говорю. Кто же со мной вот этот диалог ведет? Тьма. Те бесы, которые я наплодил, они со мной и диалог ведут, они не хотят со мной расставаться. Они пытаются меня через голову держать в плену, чтобы я кормил их, продолжал новых плодить. Это очень важно. А если я научился прощать, тем самым бесы начинают что? Уничтожаться волей Божией, а им это не нравится. Это конкретное оружие против бесов, и не я это вынумывал. Это Иисус Христос говорил. Прощайте и прощены будете. Что такое прощение от Господа настоящее? Если я принимаю жизнь такую, как она у меня есть, без упрека, я ее заслужил. Сколько я иногда слышу от своих учеников жалоб. Я говорю, вы знаете, вы должны, не то что довольны своим, не совсем это правильно. Довольны, может быть, и не надо быть, но вы не должны клясть свой день. Он вам дается ровно такой, какой вы сегодня заслужили. И завтра такой же день будет. Вы можете улучшить свою судьбу только настоящей верой, настоящей волей, настоящим терпением. А потом постановка цели. Опять фраза Христа. Где богатство ваше, там сердце ваше. Где мое богатство? Я сказал, все, что со мной не происходит, пусть будет. Приму. А главное для меня душа. И только тогда это не сразу произошло. Тоже через год, наверное, что у меня стало получаться все. Потому что я поставил цель от души. А когда человек декларирует на меня душа, бог, душа, бог, душа, бог. А сам прикован как цепями к своим земным проблемам и не может от них отлипнуть. У меня тоже это было, эти ошибки. И тоже их пришлось преодолевать. Как видите, все вот постепенно, постепенно начинает складываться. Главное, что нужно терпение, нужна воля и нужна вера. Почему вера необходима? Потому что, если уж нарисовать мир условно, вот Господь Бог сотворил творение Вселенную. Она же состоит из разных элементов. Скажем, первый, самый, может, горячий слой. Отсюда приходили к нам пророки. Моисей, Зараастра, Кришна, там и так далее. А дальше, это наш мир. Из бессознательного, скажем, слоя мы должны подняться в сознательный. То есть осознать свои задачи человеческие. Смысл бытия. Над которым все издеваются так с иронией. Смысл бытия, смысл бытия. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. А на самом деле в чём? А в том, чтобы познать законы этого мира и участвовать в этом. А мы не знаем законов этого мира. Как человек, который пришёл на производство и не знает, как работают компьютеры или там что-то. Он не профессионал. Естественно, он беды натворит. Вот мы и натворили беды на земле. Что происходит сейчас с природой и так далее. Вот отсюда, значит, духовный мир. Потом идёт отсюда души животных. А потом идёт эфир. Это первая материя, лёгкая. А потом уже физическая материя, где мы представлены телом. Можно сказать, человек вот такой. До осознания себя, до того, как он осознает жизнь по законам, все законы этого творения. И тогда он становится полностью, выходит сюда, он становится вот таким. Вот за этот прирост, за эту дельту в духе мы боремся. И мы за этим сюда и пришли. Что преодолевая давление, мы должны быть сильными. Почему вот отсюда мы не можем сразу сюда попасть? Потому что нам дали этот как полигон. Где мы должны что? Здесь сам дух не боится ни холода, ни голода. Ему не нужен сон, ничего. Но он очень слабый, в отличие от этих сильных. Хочешь приобрести силу? Иди в более плотный мир. Если ты научишься преодолевать препятствия и быть правильным, тебя выпустят вот в этом процессе образовательном, мы и должны быть победителями. Мы тогда станем людьми. Мы пока еще, можно сказать, заготовки. Поскольку человек по-настоящему, по образу и подобию, он должен жить по образу и подобию законов Божих. Иначе он никогда человеком не будет. А мы взомнили себя, я имею в виду, в общем, великими, талантливыми. У нас такая наука, вот такое, ну, вспомнил, что вся наука направлена прежде всего на уничтожение самих себя. Вся наука, в основном, идет на военные цели, за исключением, там, небольших фрагментов. Уже и биология идет на войну, как говорится, и что только не идет. И химия поставлена, и физика, все идет для того, чтобы лучше и лучше вооружение, для того, чтобы быстрее нас уничтожить. Вот, поэтому, сюда возвращаясь, почему я вот это начал рисовать? Потому что без этой картинки немножко сложновато объяснить эти вещи. Вот, скажем, есть Творец и есть Его творение. Дух человеческий – это и есть человек, настоящий человек. А остальное – это оболочки. И мы когда-то пришли, воплощались, воплотились в тело, и вот это тело, оно боится и холода, и голода, и так далее, для того, чтобы избежать и холода, и голода, что надо делать? Лень свою преодолевать. Мы инертны, в отличие от очень сильных, мы инертные духи. Разогнать эту инертность или лень, призвана материя, это и есть смысл, зачем мы сюда пришли вообще, в материю. Если мы отсюда выберемся, научившись жить по законам, только это нас выпустит отсюда, мы воссоединяемся, как говорится, блудный сын возвращается к отцу. Если уже эту притчу брать. Так вот, страх победил чем? Бог сильнее тьмы. Тьма распространяется, только физический мир, и так, как магия его называет, астральный мир. На самом деле, попроще говоря, это мир наших чувств. Потому что вся эта терминология эзотерическая, она я иногда использую, там чакры могу объяснить, что такое, но это далеко не обязательно всё. Вот. Испачкан этот мир у нас чувство, вот обида, страх, жадность, зависть, это всё тьма. Это эмоции. И они примерно на два порядка быстрее. То есть говорят, что вот в одном источнике, что 400 раз превышает скорость света эмоции. Они действительно, эта торсионная физика доказала, что существуют волны на два порядка быстрее скорости света. Это используется уже несколько десятилетий. Засекречено, сейчас потихонечку раскрывается. Наши мысли это С, а это 400 С. Вы сами понимаете, почему, допустим, человек болеет. Если он вот здесь вот постоянно полыхает эмоциями отрицательными, у каждого своя группа эмоций. Кто больше завистлив, а кто больше обидчив. А третий очень пуглив. Превалируют какие-то, может, одна-две эмоции. А ещё-то, там, деспоты какие-то есть, которые вот тут терпеть не могут, ни чужого мнения, трясёт только я и я и прочее, прочее. Так вот, порождение этих эмоций к чему ведёт? Давайте разберём тогда. Вот человеческая клетка одна. Я думаю, цитологию вы немножко знаете, хотя бы на уровне, там, десятого класса. Ещё состоит клетка из молекул, молекулы из атомов. Атомы состоят из элементарных частиц. Я не буду там строго рисовать атом. Будем считать, что это идеальный атом, когда центробежные силы и центростремительные уравнены. Идеальный атом. Взаимодействие этих частиц идеально. Что выводит из себя это? Эмоции отрицательные. Они в 4 стажа быстрее, чем скорость, которая содержит эмоции и материю в покое. Потому что материя не располагает скоростью выше скорости света. Доказано физикой правильно. А когда тебе хлещут эмоции одна за другой с утра до вечера, что же будет с нашими элементарными частицами? Вот откуда начинается болезнь. А потом врачи, скажем, анализы на уровне биохимии начинают регистрироваться немножко на другом уровне. А на самом деле, я же сначала с эмоциями когда расправился, и у меня здоровье стало возвращаться. Потом я стал разбираться, как человек, имеющий два образования. И я разобрался, когда я читал на медицинском факультете, они говорят, да вам Нобелевскую премию давать надо. Я говорю, да не нужна она мне, ваша Нобелевская. Там своих хватает. Мне главное, чтобы люди понимали, что не лекарства могут уничтожить ваши болезни. Вы сами их можете избавиться от них. Естественно, это не сразу получается. Но если взяться достаточно 2-3-4 года, и вы от тяжелых заболеваний уйдете, а потом и мелкие начнут вас покидать. Пожалуйста, я живу 22 года без таблеток, без врачей. Мне не нужны. Я не боюсь, когда вдруг что-то заколет и так далее. Я просто знаю, как убрать это из своего поля. И все. Захотите вы это знать, вы тоже можете узнать, не проблема. Просто мне главное рассказать, что суть христианства немножко в другом. Не в болтовне о Боге, не в болтовне о вере в Него, а в реальной сути изменения себя и жизни по законам. То, что называется заповеди. У нас заповеди, это как некая вывеска, клише заповеди. Человек даже не пытается вскрыть этот ящик и разобраться. А что это за заповеди такие? В чем заключается их выполнение? И каким образом это делается? Как выполнять? В основном, что голодовки там и так далее. Это неплохо для начала, когда человек много кушает. Да, допустим, я не так уж много ел, но, в общем-то, я не запрещал себе. Я поставил себе цель не запретами победить. Думаю, я буду жить как все. Захотел там выпить бокал вина, выпью. Захотел что-то покушать, не вовремя. Пришел в час ночи голодный, ну и съел. А считаю, вовсе, часов холодильник должен быть закрыт. Есть такие догмы? Есть. Я считаю, что это, в принципе, нормально, в принципе, но. У меня был эксперимент. Я считал, от чего я выздоравливаю? От того, что я правильно живу на земле? Или мне все-таки вот это даст больше? Поэтому я оставил все старые свои ошибки земные при себе. В том числе неправильное питание. Я мог посидеть с друзьями где-то. А вот это вот мне намного быстрее на ноги поставило. Не изменяя вот этого. И, как ни странно, потом постепенно стало приходить. Мне хочется меньше кушать. Я не хочу этого. Я не хочу этого. Почему? А душа начинает нивелировать твои желания. Она тебя к норме начинает приводить постепенно. Сама по себе. И мне не надо ничего запрещать. Я просто не хочу лишнего. И я тогда понял, что здорово. У тебя идет согласование твоих желаний с тем, что тебе необходимо. А лишнего мне не надо. Бог сильнее тьмы. Еще раз. Тьма распространяется только в этой зоне. Материя тяжелая или грубая материя. И материя легкая. Естественно, что это даже не все творение. Это крошечный пятачок творения. Это огромные миры. А Бог – это бесконечность, который вообще это все сотворил. И если я с Богом, то есть я в вере открыт. Напоминаю, что вера – это не просто слово. По-настоящему, когда человек открывается Богу, он творит форму. Бог с сотворения человека дал ему право творить формы. Хорошую форму творишь, плюс плохую – минус. За минус тебе 100% возвращается. Большой минус судьбе. За положительное – плюс большой. Это свобода выбора. Выбирай человек сам, как жить. Но будешь иметь ответственность за свой выбор. А что получается? Имея понятие, что человек имеет форму, право творить форму, я творю форму. Я в Бога верю искренне от души. Тем самым я открою ворота для крестной силы, которая меня и породила. И я с ней. Если я с Богом, и Бог со мной в вере. Но дальше-то что? Одной веры мало? Как бы говорит, ну и поверил. Я говорю, я хочу избавиться от грехов. Я понял, что так жить нельзя. Что мне надо реально убирать это и это. Путь-то длинный. Я говорю, я работаю 22 года. И знаю, что мне еще работать нам немало. Потом я почитал каких-то там святых, которые тоже говорят, да, мы десятилетиями работаем над своими грехами. Уходя в леса там и в степи. И знаем, что перед Богом долгов у нас еще много. И их тексты. Потому что, может быть, и жизни не хватит до конца. Но мы должны быть в пути. К сожалению, очень часто, если у человека полгода, год не получается, он в руки опускает. Успех не приходит за год, а зачем тогда? Вот это люди, которые несерьезно относятся к этому понятию религии. Потому что есть люди, которые говорят, меня это зацепило, и я буду делать до конца жизни. Невзирая на то, что будет со мной. Потому что я понял, что мне стыдно жить так, как я живу. Когда в человеке рождается вот этот стыд, этот контроль, это твой прокурор внутренний, он тебе не даст жить по-старому. Вот это уже человек по-настоящему встает на этот путь. Ему не нужно ни погоняло, ничего. Он сам себя контролирует. Иногда обращается, говорит, мне что-то там не то, я да. Вас немного, ну скажем так, накрыло. Прошлое ваше. Можем немножко помочь. И опять человек пошел вперед. Поскольку я, может, немножко дальше ушел, я могу помочь тем, которые не так далеко ушли. Вот есть люди, которые почти всегда сами справляются, и я за них очень рад. Потому что, как бы, ну, я считаю, что каждый человек, который держит вот этот коридор связи с Богом, он как плацдарм создаёт, плацдарм света на земле здесь. И с этим человеком очень приятно, с ним общаться очень приятно. То есть ощущение такое, перетекание. Вот душевные отношения, по-настоящему душевные. А не просто там вот посидеть там с кем-то или поболтать, ля-ля-ля-ля-ля. Потому что, к сожалению, темы у людей очень ограничены. Вы, женщина, знаете, о чём говорят у вас в транспорте, на перекрёстках или на работе? Буквально 3-4 тем. Это и никогда, почти никогда. У мужчин тоже самое, немножко другой ракурс. Автомобили там, какие-то, может, рестораны, может, там, поездки какие-то. Ну, тоже 3-4 темы. И этой тоже никогда. А это ведь стержень нашей жизни. Стержень. Мы от него ушли. И сделали это в лучшем случае хобби. Иногда хожу в храм, попастился, помолился, и уже чувствуешь своё превосходство над соседом, который это не делает. Вот. И всё. А дальше что? А жизнь-то не меняется. Меня привело в чувство и к настоящей убеждённости именно то, что моя жизнь стала меняться. А потом уже, когда прошло несколько лет, я как бы сказал, я могу поделиться опытом. Я отвечаю за это. Что это так. Поскольку первые месяцы, конечно, у меня был такой щенячий восторг по поводу побед. Но у меня было тщеславия полно тогда. И вот это вот... Я... Как меня осадили, я помолился, помню. Мне показали картинку даже. Что я иду голый по Тверской и пытаюсь раздавать милость. И я понял сарказм, что тебе ещё нечего давать. Ты только в начале пути. Отдай тогда, когда ты накопишь. Тебе нечего давать. Вот. И меня так вот иногда сажали. На то место, которое заслуживал. Потому что возникает диалог всегда. И тебя крестная сила поддерживает. Главное, чтобы человек был честен. Либо ты работаешь на Бога и на свою душу. Либо ты работаешь на мамону. На прибыль на свою, на свой карман и так далее. Неплохо зарабатывать, конечно. Я никогда говорю, неплохо зарабатывать. Но меня это не тащит, не ведёт. Заработал, заработал. Нет, ну и ладно. В другом месте заработаю. Ничего страшного. Поэтому здесь вот ещё раз говорю. Победа над эмоциями – это один из, можно сказать, главный фронт. Страха победил веры в силу Божию. Бог сильнее крошечного пятачка, где правит тьма пока. Она просто не правит. Она здесь живёт за счёт того, что человечество отвернулось от Бога по-настоящему. И здесь кажется, что тьма побеждает. Тьма не побеждает. Она просто реально, ежедневно, ежечасно возвращается к тем людям, которые её наплодили. Но в смирении принимать свою судьбу не хотят. И будут искать с утра до вечера виноватых в лице начальников, жены или мужа, плохих детей и так далее. Власть нехорошая, можно сказать, фразой, которую он в зелёной книге вычитал, когда мне очень понравился. В конечном итоге не виноваты ни правительства, ни какие-то, может, религии, которые вас не туда привели. Не виноваты ни президенты ваши, ни начальники, никто, ни ваши жены и мужья. Виноваты ложная позиция каждого отдельного из вас. Всё. И я это для себя вырубил как постулат. Это так. Я никогда не ищу виноватых. Если со мной что-то происходит, я думаю, не взгрели ли меня за какую-то ошибку, которую я пропустил. Пролистаешь последние дни – ничего. Будем искать источник, откуда это пришло. Разбираюсь, устраняю и дальше пошёл спокойно жить. Потому что если я чувствую в себе падение настроения, что мне становится нехорошо настроение, или у меня что-то защипало тут или тут или тут, следовательно, в моё поле, моё биополе, как его называют, вошла тьма. По какой причине? Я никогда без анализа это не оставляю. Разберусь, устраняю, враг покинул мои пределы, меня опять нормально становится. Значит, с этим разобрались. Давайте разберёмся, скажем, с таким понятием, как ревность. Ревность, она состоит из двух элементов – страдания и мстительности, обида, гнев и прочего. Вот два человека, скажем, это женщина, это мужчина. Есть обиды и так далее, и есть страдания. Вот эта часть мужских и женских страданий к греху не относится. Потому что страдать не грех, об этом и грамотный священник вам скажет. Потому что через страдания человек пытается осознать, почему он страдает, как от этого уйти. И через страдания, если в смирении человек переживает, у него списываются дамы. С точки зрения света, это не грех. А вот это грех, почему? Свобода выбора. Скажем так, если для какого-то мужчины женщина становится в какой-то степени интересной, а почему? Значит, она теряет какие-то свои качества, ведь они, когда встретились, всё было хорошо. Также можно сказать и по поводу мужчины, когда женщина от него отворачивается. И начинает, может быть, не глазами искать, а душой искать, куда прислонить себя. Потому что здесь я невостребована. Отдать кому-то душу свою невозможно. Потому что мы, мужчины и женщины, это два типа энергии, которые должны сочетаться в гармонии и в любви. У нас этого не получается. Вспышка идёт какая-то в начале, потом постепенно начинает бледнеть, а иногда и быстро. А почему? Целое лето, когда-то была посвящена, но я вскользь сейчас затронул этот вопрос. Вот эта женщина, это мужчина. Напоминаю по прошлой картинке, что мы, прежде всего, в душе, духовной. Тело – это не совсем человек, это, скажем, его необходимый элемент. Но, если мужчина тянется к свету, скажем, вот примерно с такой скоростью, а что такое идти к свету? Значит, грехи, которые в нём, как лампочка, засиженная мухами, он перестаёт светить, он перестаёт любить. Грех. И здесь, и здесь, я думаю, что вам понятно, когда вам, женщинам, от мужчины идут эти колючки, и дома, и везде, и тщеславие, и какая-то напыщенность там, и деспотичность, и непонимание, просто равнодушие. И вам с него нечего взять. Скучно и тяжко. Когда он от этого избавляется, в нём возвращается качество, которое ему и Господь и подарил. Он начинает уметь любить. Грехи нам мешают любить по-настоящему. И женщина от своих грехов избавляется. Она тоже идёт туда вверх. И тоже начинает светить. И чем меньше грехов остаётся в этой паре, тем больше идёт обмен светом, то есть обмен, любовь настоящая приходит. Потому что Бог породил, когда человеческие души, дух. Это и есть Бог-любовь. И человек есть любовь, по сути. Не такая, конечно, всеобъемлющая, как Бог. Но мы тоже это чувствуем без любви. Тяжко жить. Вы же это сами знаете. Если кто-то когда-то испытал хотя бы один день любви, насколько это богатое состояние, такой полёт. И, в общем-то, мы должны так всегда жить. А мы сами себя вычеркнули из этой жизни. Вот поэтому, если оба идут вместе к свету, в этом и залог постоянства. Ибо настоящая любовь за собой тянет настоящую верность. Не скрипя зубами терпеть и не изменять. А именно искренне мне никто больше не нужен, кроме того, кого я люблю. Зачем тогда другой? Вот что мы растеряли в этих боях. Что-то я хотел здесь... Да, мы говорили о ревности. Ещё раз, страдание – это не грех. А вот это, вот это грех. Потому что, скажем, если один в паре становится сильнее, а второй не хочет, либо, может быть, он не деградирует, но он и не растёт. С каждым таким шагом вверх в человеке происходят метаморфозы. Этот человек ему становится неинтересен. Я, чтобы вам понятно было, наверное, такой пример приведу. Скажем, встретились два студента на третьем курсе. Полюбили друг друга. Поженились на четвёртом курсе. А на пятом курсе – нормально. Закончили институт, всё хорошо. Через год-два муж пишет диссертацию. Жена родила там дочку. Естественно, ей надо уйти с работы и так далее. У мужа круг интересов, если он диссертацию пишет, вон какой. А у жены кастрюля да с пелёнки. Ему становится неинтересно с ней. И находится служебный роман. И пошло и поехало. Это один из таких штампов. К чему я это всё рассказываю? В духе это происходит намного быстрее. Я тут срез зайдёт 2-3-4 года. А это может произойти за считанные месяцы. То есть мы в духе «меняясь» становимся очень разборчивы в отношении партнёра. Меняется отношение понимания противоположного пола. И тогда ты можешь от души открыть только тому человеку, который может это взять и который может тебе примерно в равной пропорции отдать то, что ты даёшь. Вот это и будет тогда настоящее отношение. Но эти отношения удержать не так просто, потому что ещё раз будет. Надо вместе топать туда, чтобы удержать это. Если так говорить о таких идеальных отношениях, можно сказать, попробуй создай такую пару. Я говорю, но если ничего не делать, её никогда и не будет. Глаза боятся, а руки делают. Надо начинать. И бояться возраста не надо. Вы видите, что я тоже это всё равно. И не студент. Есть женщины, которые за 50, 58, 62 заканчивают семинар. И тоже в такой тоске, что они как-то уже в жизни не востребованы. А потом проходили год-полтора-два. Они настолько жизнь меняют, глаза сверкают. Мужчины, говорят, тянутся. Это потому что у вас душа проснула женская. Вы начинаете это излучать. А мужчины это прекрасно чувствуют. Так как женщины тоже чувствуют вот эту мужскую притягательность, если в обличии, в штанах что-то мужское есть, а не просто брюки там и так далее. Добывать это всё надо. Нам надо возвращаться и поставить женскую, и поставить мужскую, чтобы соотношения были нормальные. И тогда в такой паре ребёнок притянется из другого банка душ. Потому что по закону подобия, это один тоже закон, я говорил вот о законах выбора, а закон подобия чем иллюстрируется? Алкоголик тянется к алкоголику, наркоман к наркоману, интеллигентный человек, умный, если есть чем поделиться, тянется к такому же, потому что обмен позитивный. Есть что получить, есть что отдать. И тогда интересные отношения закладываются. Здесь то же самое. Скажем, если родители были вот такими, а стали вот такими, тогда и души по закону подобия придут и не из такого мрачного слоя, а из того слоя, который примерно соответствует родителям. И ребёнок не будет болеть, и не будет страдать и так далее. То есть всё будущее наше нормальное зависит только от нас. Естественно, что от детей требуют, чтобы они идеальные, послушные, как роботы, невозможно, потому что они купаются в этом мире, и они тоже вот эти, я их называю, как правильно называются, не эманации, они это получают от улицы, от каких-то людей, всё, они не могут это переварить, и мозги их отстоять, они не могут пока. Это мы, взрослые, должны этим заниматься. Мы должны для детей создать тот коридор в благополучный мир, который грядёт. Ведь всё равно тьма проиграет это сражение. Тьма скоро будет побеждена. Потому что в мире сейчас происходят события, ну, для человека, который, скажем, может, погружён в свои бытовые там нужды, дела, он не очень этим интересуется. Мне вот каждую неделю подбрасывают статьи из интернета, оттуда какие-то распечатки, что, скажем, вибрации Шумана, если кто знает, что это такое, 7, 83 были, это альфа-ритм планеты, который сочетается с альфа-ритмом нашего мозга. Где-то во второй половине века, 20-го, начал меняться. И сейчас он совершенно другой, и очень быстро нарастает. И, говорит, если он дойдёт до 40, представляете, с 7, 8 до 40, Говорит, что либо мы все станем экстрасенсами, потому что это ведёт к изменению сознания, эти ритмы, либо нас, как плесень, сметёт земли, воле Божьей. Вот просто уже даже эти учёные, они тоже такие выводы делают. Или взять, он, с 15, 16, 17 марта были сумасшедшие бури солнечные. Вот, и мне дали распечатку электромагнитных полей земли, поля, которые там настолько картинки интересные, что вот это норма, а вот то, что сейчас происходит. И люди это чувствуют через головные боли, через какое-то давление. Просто каждый сам по себе ощущает это. По мере своих возможностей. Вернёмся сюда. Получается, что ревность никогда не была порождением любви. Ревность всегда – это порождение эгоизма. Ты моё. Хоть я тебя не люблю, но ты всё равно моё. Раз печать в паспорте стоит, или когда-то мы там что-то были, будешь моей, и так далее. А если ты хочешь куда-то уйти, о-о-о, я тебе такое устрою. Вот, и на самом деле, если бы это была любовь, вот по-настоящему, если, скажем, ну пусть вот это мужчина, женщина. Если, скажем, мужчина любит женщину, она вдруг кого-то влюбляется, и её тянет туда, да, конечно, страдать никуда не денешься. Ты, если её и любишь, страдания будут очень серьёзные. Но в то же время и признание законом, что женщина имеет право на выбор, я признаю тем самым закон. Я сам хочу быть свободен, я хочу быть той женщиной, которую я люблю. И не хочу быть той, которая мне неинтересна. Но в то же время я должен право отдать и женщине на выбор. Это нормально. Если она уходит к другому, более яркому мужчине, мне будет тяжело, но я не имею права её чем-то давить эмоцией. Нет, не должно быть. Если человек живёт по закону признания закона выбора, видите как? А на это способны очень немногие, как с женской стороны человечества, так и с мужской стороны человечества. Это ещё раз говорю, это неравнодушие. Если вы заметили, кругом достаточно серьёзная логика. А логике мешает мозг. И в мозгу сидят бесы, и всё время говорят, зачем тебе это надо? Ну, тебе его не нужно, это же вот терпеть, и всё подталкивают. Поэтому голову всегда надо на место ставить, иначе она нам не даст победы над своими ошибками. Если взять, о каком мозге я говорю? Я говорю о большом мозге, передний мозг. У нас два полушария есть. Есть там таламус, гипоталамус, доля гипофиза, продолговатый мозг, воролев мозг, мозжечок и так далее. Все структуры мозга, это не суть важна. Так вот, когда-то у нас передний мозг, многие-многие миллионы лет назад, примерно соответствовал заднему мозгу, мозжечок. Одинаково были, примерно, по массе. Но после того, как человек стал нагружать больше и больше передний мозг, за многие-многие поколения он стал, что, превалирует всё больше и больше. Масса нарастала. А этот мозг как раз и участвует в этой связи. Распечатки образов, откровений, как и вы говорили, откровений Анны, там, такого-то, идёт через мозжечок. А тут получается, что у нас мозг этот отрезал от откровений, и навязывает он нам свои картинки, которые не очень хорошие. Обман идёт. В этом и беда многих экстрасенсов, магов, и всё, что с этим рифмуется. Что сначала нужно победить свои ошибки, и тогда автоматически открывается этот мир. А все эти завывания, там, мантры, всё, что угодно, эти практики, они ведут... Это же отмычка от небес. Тебя никогда не выпустят дальше первого астрального слоя. Дальше не пройдёшь. Как Иисус сказал, никто, как только через меня, к Отцу Небесному не попадёт. А что значит «через Христа»? А Я Слово. Выполните это Слово. И будете с Отцом. Я и Тебя придём, и обитель вас сотворим, кто будет заповеди выполнять. Ведь всё христианство, оно в Новом Завете буквально в нескольких фразах. Я их всегда на всех лекциях говорю. Первое. Вопрос поставлен такой, Христу. А 23-я глава Матфея, если вы прочтёте, 23-я или какая, или 22-я глава Матфея, там написано, что задаёт вопрос книжник Христу. «Какова твоя наивысшая заповедь?» То есть, что есть высшее в христианстве? И он отвечает, возлюби Бога своего всем сердцем, разумением и душою. Это моя наивысшая и наипервейшая заповедь. То есть, без неё христианина нет. А что такое любить Бога? Вот, очень разные мнения у людей. И я когда-то с этим столкнулся, что для меня любить Бога? Я сказал, ну, я могу любую от себя тяну наплести, но это для меня неубедительно. И никого слушать не хочу. Я хочу получить из первых рук, от Христа, что такое любовь к Богу. Нашёл? Нашёл. Где? И в Англии от Иоанна. Только в другом Евангелии. «Если любите меня», там большой буквы «меня», «выполните мои заповеди». Кто их не выполняет, меня не любит. А если будете заповеди выполнять, я и отец придём, и обитель вас сотворим. То есть, защитим вас от зла этого мира. Я это чувствую. Я далёк, может, от нормы ещё, от настоящей. Но я это чувствую, опеку всегда. Потому что главное, чтобы ты шёл максимально напор вперёд, оставляя за собой ошибки. Мы не можем стать святыми сразу. Это очень длинный путь, но мы должны что, сокращать их? Меньше, меньше, меньше. Если ты делаешь всё, что можешь в этом процессе, ты всегда будешь поддержан. Всегда. Проверено много-много лет уже таких. Главное, говорю, лень победить. Поэтому вся эта система укладывается в несколько таких главных опорных точек. Первое – это вера. Вера – это открытость Богу. Человек Настя же распахнул ворота. И чем сильнее вера, тем больше поддержка идёт. Условно говоря, ты щелочку приоткрыл, туда едва веришь. Или, Настя, что это абсолютная вера. Это уже убеждённость. Тогда тебе идёт очень много поддержки. Второе – цель. Где богатство, там и сердце. Попробуйте проверить, насколько душа вам дорога. Или у вас земные обстоятельства какие-то настолько погребли, что вам уже высунуться сложно. Два. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Вера без добрых дел мертва сама по себе написана одним апостолом. А у другого апостола, что только кровью Агнца спасаемся верно. Не в счёт. Кому верить? В Новый Завет. И это, и это. Я слышал на лекции для священников, специальной духовной академии, семинарии. И там говорят, если будет кто-то вас приводить, что вот один апостол сказал так, а апостол другой сказал так. Ну, это, говорит, было давно. Я говорю, ну хорошо, пусть это было хоть тысячу или там три тысячи лет назад. Но если противоречия существуют между апостолами, какую позицию признать правильной, скажите, не отвечает никто. И потому что написано, что вера без добрых дел мертва сама по себе. Я голосую вот именно за это. Как это можно без добрых дел? Ну, верю. Ну, что дальше? Вот. Цель веры. Дальше. Воля у человека. Это его двигатель. Хватит для вас воли поставить себе на эти рельсы, запустить этот процесс в себе. И это не на один день, и даже не на месяц, потому что терпение еще нужно. А дальше что? Смирение приходит. А смирение – это единственный способ списать долги и прошлые. И опять же не я говорю. Везде в этих, везде присутствует Иисус Христос. Он нам проложил путь и теоретически, и практически. Теоретически рассказал, что делать, как дал нам точки опорные. А дальше он поддержал нас крестные силы и сказал, «Отец, я придем и сотворим обитель». И человек это чувствует. Вы представляете, есть Господь, и есть Его, Дитя. Пока сам ребенок от Бога не отказывается, Бог никогда его не бросит. Почему? Закон выбора срабатывает. Всегда мы на связи. Сам человек отказался. Нет никакого Бога. Если есть Бог, почему такая несправедливость? И никто не собирается разбираться, что несправедливость порождает сам человек. Нет, я не такой плохой. Это вон те воры, те там казнокрады, кругом все такие-сякие. Вот они, а я тут один, бедный, несчастный, униженный. Можно сказать, а ты святой? Нет. А в чем твоя несвятость? Ну, бывают ошибки. Так вот, твои ошибки тебя связывают с этим миром. И никуда ты не уйдешь. Потому что, можно сказать, ты на три рубля нарушаешь закон. А если люди на миллион нарушают закон, ну, все сидят в одной зоне. Отбывают наказание. Вот мы и живем в этой зоне. Каждый по своей статье. Нет чистых людей на земле. Нет невиновных людей на земле. Вот в чем беда. Если бы были какие-то невиновные люди, они бы нам путь указали. Потому что у этих невиновных людей не было ни болезни, ни проблем. Они были все время защищены. А то, что на них тьма нападает, да, это тяжело им было жило здесь. Но они все равно бы выдержали. Потому что Бог с ними. А Бог, эта сила намного выше превышает все эти земные наши возможности тьмы, которые на земле происходят. Еще раз нарисую эту картинку. Если устанете, скажете, прервемся. Я рисую эти картинки. Это, конечно, на плоскости изображения. Это не совсем так все. Это взаимопропитанные миры. Но изобразить их невозможно. Многомерие. Так для, можно сказать, для первого впечатления. Вот человек ищущий. Так сказать, собирательный образ всех ищущих. А вот, скажем, человек, гуру или учитель, или там, не важно кто, который считается профессионалом в своем деле отношения с Богом и так далее. Не важно, какая конфессия, и кто там, и чего. Вот он говорит человеку фразы из Библии. Я вам тоже сегодня много фраз Библии говорю, помянул. Человек погружается. Сознание его воспринимает. Он тоже читал, скажем, Библию. Он видит, что человек правильно говорит. Он ему начинает открываться. Открывается. Верит. Его посвящают там в эту конфессию. Не важно, католики, претестанты там, не важно кто. Он приведен к Богу. Он получил, может быть, крещение там и так далее. Отпущение грехов получил. Ну, все ритуальные вещи он получил. Он не приведен. Потому что, во-первых, этот человек достаточно должен быть открыт в вере по-настоящему. И священник должен быть по-настоящему в вере открыт. А священники сами, наверное, говорят, что да. Вера, ну, бывает, а бывает и нет у некоторых. Если два человека в сильной вере и действительно в стремлении к Богу, у них может произойти и крещение, и какие-то реальные ритуалы превратятся в действие. Если этого нет по-настоящему, не будет ни крещения, ничего. Это только так, сотрясение. Далее. Слово какой силой наполняется? Вот это слово. Если человек победил свои грехи, у него открываются верхние вот эти возможности. Просто качество слова зависит от, насколько у тебя осталось грехов. Много или мало. Или их совсем нет. Поэтому, если человек черпает отсюда, у него слово звучит не только здесь, а вибрации работают и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. То есть весь диапазон человеческих возможностей работает. И тот, кто его слушает, получает и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. И тогда ощущения возникают другие совершенно. Слово-то живое. А когда человек говорит, но не делает, слово мертвое будет. Оно не будет на борьбу. Считается, что это слово Божие. Но это не совсем так. Говорить текст, оформление звуковое есть, а истина идет только отсюда, из чистого мира. Вот поэтому работать-то надо. Как и говорил Иисус, если любите меня, а он был Сын Божий, то есть это луч Божий пришел, если любите меня, выполните заповеди. И когда вы их выполняете, у вас вот тут все чисто. И тогда возникает вот этот сильный человек в духе, и он может очень много сделать. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Что еще можно сказать? Вот это слово, если оно правильное, человек, здесь более тонкие вещи есть. Мне приходилось работать с людьми, которые профессионально этим занимаются, в том числе вот институт мозга и так далее, просто давно с ними не встречался. Лет 10-15 назад у меня были с ними диалоги, встречи, когда мы пытались понять, каким образом мозг погружается, зомбирует, каким образом. Человек может говорить очень правильные вещи, но при этом в сознании человека закладывается, что все, что он несет, плюс его грехи, они через него проникают вот так вот. И если человек не защищен серьезной верой и крестной силой, он будет проводником, при правильных словах, будет и хорошим проводником. У нас очень много говорят о демократии, о любви к народу, но, как видите, слово пусто. Народ живет, как раньше жил, так и сейчас не лучше. Вы что-то мне дали отмашку? Если какие-то вопросы есть по этому произложенному, пожалуйста, если нет, можем продолжить. Использую картинку, опять же, свобода выбора. Мы происходим родом отсюда, и мы похожи на линзу, который, воспринимая потоки света, мы рождены этим светом, поэтому и говорим, «Отче наш, сущий на небесах». Мы не на небесах, мы немножечко пониже. Но мы производные от света. И этот свет, светлячок, пришел и позволил себя опутать здесь тьмой из-за лени, и больше ни из-за чего. Так вот, получая потоки силы, огромные силы, мы их тратим на добро, на позитивные вещи, и можем тратить на отрицательные вещи, что человек часто и делает, не понимая даже того. Есть люди, сознательно творящие зло, считают, что это все сойдет, как говорится, после нас входит потоп. Есть люди, которые пытаются это делать, но опять же не знают, как. И вообще, что такое добро, что такое зло? Это надо же понять, что такое человек. Вот человек стоит весел, и считает, что если я вот тут языком ничего не наплел, и руками ничего не сделал, я близок к святости. А на самом деле, то, что он испачкал мир мыслей и мир чувств, он это не считает за грех. Но несет за это ответственность. То есть, незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому нас и бьют, и бьют, и бьют обстоятельства какие-то. Здесь, после того, как, скажем, для меня вот это стало понятно, если чтобы избавиться от своих отрицательных моментов, сразу от них не избавишься, но я попросил максимальной поддержки сверху. То есть, я готов быть постоянно битым за ошибку, чтобы быстрее стал понимать ее. Я это выпросил, и меня начали бить очень сильно. Первые полгода были вообще избиения сплошные. Надо мной смеялись близкие мои и так далее. Но зато, как бы год за три шел. Мне очень быстро через это все осознание. Даже были дети, которые мне говорили, что вот так и так и так. Сначала так насупишься, потому что как-то ребенка, неприятно это слушать. А потом думаешь, так это же хорошо, потому что добро есть высшая мера полезности. Если полезно, он сказал правду о моей ошибке. А значит, только благотворить его можно. Как бы через нижнюю буду не хочется, а надо. Потому что он прав. И я эту правоту должен признать. Шла ломка, вот это вот тщеславие. Это еще раз говорю, это не так просто все. Но если ты цель поставил духовную, ты к ней придешь. Если это не декларация. Кроме закона выбора и закона подобия, существуют и другие законы. Скажем, закон тяготения, закон движения. Ну, закон движения тоже очень интересен. Из-за того, что человек, скажем, имел веру, и вдруг она у нее начинает исчезать. Это очень часто в наших взрывах происходит. По разным причинам. Кто-то заренился, а на кого-то тьма ополчилась очень сильно. И если, скажем, как полынье, вот она замерзает, меньше, меньше, отсюда и фолоч перестает. И человек останавливается. Вместо того, чтобы, скажем так, шаг за шагом вверх, он притормаживает, потом темп падает, потом начинает так, иногда даже сползать, начинает вниз. Нарушен закон движения. Тоже очень важно. Он в природе, как и все законы, очень четко иллюстрируется. Вода, которая в горном потоке с сумасшедшей скоростью несется, она никогда не будет затхлой. Правильно? А та, которая остановилась на равнине, течения нет, пошел камыш, какие-то водоросли, все, запах плохой. Это называется отсутствие движения. В данном случае духовных движений. Поэтому у нас идет загнивание, у нас идет не эволюция человечества, а деградация. И об этом признают уже абсолютно все. Что деградация, да, каждое новое поколение становится все более жестким. Оно может быть умнее и в компьютерах лучше разбирается. То есть, передний мозг продолжает нарастать сумасшедшей скоростью. Клеточная масса это закон эволюции. Все, что востребовано максимально у родителей, будет приваривать еще больше детей. Давай, давай, будем умнее знать 4 языка. 6 языков будем знать. Компьютер, вот это, вот это. Ты самый умный в 4 классе уже вот это сделал. А те еще не могут. И вот из человека давят и давят из него, из этого ребенка бедного. А в душу его совсем умирает. То есть, прирост идет что интеллекта, ущерб совести и добра. И мы это все тоже чувствуем. Потому что каждое новое поколение, оно хозяиня, ничит на земле. Я сколько? Раз, два, три. Три поколения пережил. Начиная со Сталина я его еще застал. Вот и я вижу, насколько жизнь вот за эти десятилетия изменилась в худшую сторону. Казалось бы, там не сахар был. Вот, но было, скажем, вот столько вот нехороших людей, а сейчас столько осталось хороших. А остальное все загнило. ну, что еще рассказать, потому что тема большая, мы можем сейчас прерваться, немножко так, 10-15 минут поговорим, потом опять можем продолжить, поскольку вы, может, какие-то другие ракурсы хотите послушать, я расскажу. Представьте себе такую картину. Допустим, лет 50-60 назад многие из вас, кто были молодыми очень детьми, получили первый импульс от родителей. У вас стало получаться, то есть буквально там лет с 15-20, когда человек перерастает детство свое, отрочество, где-то в районе 13-14-15 лет включается вот эта духовная линия. Ребенок в духе работать не может, пока в нем не появляется чувство противоположного пола, когда он не способен любить, уже когда любовь приходит к нему через эрс, вот тогда у него открываются врата. В зеленой книжечке очень хорошо это описано, что открываются врата как в небо к свету, так и в тьму, опять свобода выбора. Потому что человек после полового созревания лично сам отвечает за свою судьбу, а до этого ответственность очень невелика, и за нее в большей степени отвечают родители. Почему за ошибки детей часто, если родители упускают ребенка, несет ответственность отец и мать. А если, говорю бы, это хотя бы лет 50 началось одно поколение, потом второе поколение, накопление опыта, передача опыта своему потомству, и сейчас будет какое-нибудь третье поколение, потом четвертое, то есть какая-то часть людей встала бы на этот путь, и не надо было никого бы не убеждать, ничего, пусть кто-то не верит, материалисты или там во что угодно верят, но вот этот путь, он всегда в опыте дает очень большое благо. Я говорю, не только я по себе это чувствую, и те люди, кто серьезно к этому отнеслись. Меняется жизнь, врачи мне не нужны, мне не нужны никакие подпорки, у меня уверенность в завтрашнем дне. Напоминаю фразу, потому что везде, вот в моей работе, он присутствует, Христос, Слово Божие, не ищите во что одеться, чем питаться, так поступают язычники, а ищите Царство Небесное, остальное все приложится, ибо Отец Небесный знает все наши нужды. В чем сила этой фразы? То есть, не надо бояться, за что, за квартиру платить, или чем там детей кормить, и так далее, и так далее. У людей вот этот страх перманентный, он все время присутствует, за завтрашний день, что будет со страной, что будет это. У меня этого страха нет, потому что, если ты с Богом, Бог знает мои нужды. Я ничего не прошу, если мне очень нужно что-то там приобрести, я прошу работы, дайте мне работы, я заработаю, я не хочу просто так денег каких-то. И в этой фразе заложено, что фактически мы относимся к жизни, большинство из нас, как язычники. Не ищите, во что одеться, чем питаться. Он описывает, что люди боятся этого, что они останутся без содержания. Почему? А потому что жизнь как бы такова. Но если ты живешь, человечество в большинстве своим деградирует, а ты уходишь вот сюда, чем очень сильно раздражаешь многих в окружении. Ну, я говорю, я же никого не трогаю, свобода выбор, я иду до того, куда хочу, куда считаю нужным, я никому не мешаю жить, никому не перехожу дорогу, никому не мешаю зарабатывать, но это мой личный путь, я иду, у меня получается. И вот человек посмотрит, посмотрит, научи. Я говорю, хорошо, давай вот так вот, ну, это же трудно, я говорю, как же, если бы вы грешили сколько всю сознательную жизнь, то, наверное, не одну жизнь на земле, вагоны, составы с грехами за нами тащатся, и каждый требует искупления, это миллионы грехов. Я вот вначале посчитал свои грехи, и оказалось, что их десятки тысяч в год, если не сотни тысяч. Ну, арифметика такая, возьмите, понаблюдайте с собой день-два, сколько раз у вас возникнет страх, обида, ревность, или там еще что-то, уныние, ну, почитайте статистику, умножьте на 365 дней и на свою сознательную жизнь. Поймете, что это такое, это одна жизнь. мы живем не раз, потому что нам давали попытки одну за другой, у каждого несколько жизней за спиной, и, конечно, накопления у каждого свои. Я попытаюсь немножко доказать это. Если бы преступления и наказания укладывались в рамки одного бытия, ни один человек пока бы не искупил все грехи, отсюда бы не ушел, он не умер бы, и мы бы жили тут, наверное, тысячелетиями, разваливались не знаю на что, но пока мы не искупим, нас бы не отпустили. То есть преступление совершил человек, он не имеет права тогда умирать, пока он это не искупит и не поймет, как это делается. Поэтому, а почему он не может? Потому что, помните, я говорил, мозг большой, он не дает мозг нам осознать суть религии. Она очень простая, истина в простоте, как и ученые говорят. И если мозг мне мешает что-то осознать, вот родился ребенок, пока он еще не изуродован интеллектом, через нормальных родителей, если бы они стояли в вере, этот ребенок получил бы закваску настоящую духовную, он тоже за ними попошел. Но нет такого примера, к сожалению, очень редко бывает, а редкий случай, кажется, не решение проблемы. Так вот, и тогда ребенок получает то же самое, мозг больше и больше заряжается со всевозможными знаниями, интеллектуальными, практическими и так далее, и в конце концов душа глохнет в нем. Не совсем, но по крайней мере так пеплом покрылась. И вот разбудить его иногда очень трудно бывает. Отсюда с таким мозгом не получилось, тогда ликвидируем тело и мозг через смерть. Через какое-то время человек возвращается, уже опять ему дается попытка. Понимаете, в чем суть? И в этой череде жизней есть колоссальная польза. У нас бессмертия нет и быть не может. Ведь ученые борются сейчас за бессмертие. Там и глицология, и что только нет. На самом деле все это невозможно, потому что переделать законы Божии на земле никто не в состоянии, никакие ученые, никто. Зачем нужна смерть человеку? Человек в духе вечен. Вот это вечная единица. Пришел, скажем, один раз, прожил, не получилось залететь, умер. Через какое-то время приходит с новым мозгом, пока не испачканным, и еще не получилось третий, не получилось четвертый. Вот, допустим, мы сейчас живем четвертый раз, но сейчас перед нами стена, суд идет над нами. Идет суд, откровенный уже. Вот, и все вот эти грехи, накопления, больше, больше грехов, больше это должно списаться сейчас. Почему стало жить-то трудно? Жить намного труднее, но через смирение перемолоть это можно. Так вот, пришел когда-то дух человеческий, вошел в тело, прожил какое-то время. Что на земле изменилось? Ну, допустим, прошли какие-то там сотни тысяч или миллионы лет, опять он пришел. Через какой-то период опять пришел. Ведь тело должно меняться. Мы постепенно, что становимся другими. А для этого нужна эволюция формы. А форма не может измениться без смерти. Возьмите, скажем, лет там 500 или 1000 назад, люди другие были. А возьмите миллион лет назад, намного больше какие-то, может, больше волосяной покров или что-то. По крайней мере, нужно изменение формы, обязательно. Так же, как автомобиль, скажем, 1908 года не может соответствовать сейчас этим скоростям. Почему? Потому что металл был другой, скорости другие, мощности другие. Попробуй сейчас на вот этот корпус поставить двигатель сегодняшний, там какой-нибудь 5-6-литровый. Машина через 100 метров просто развалится на запчасти. Потому что все должно быть согласовано. Прочность узлов и много что другое. вот так же, как и человек, чтобы расти в этом изменяющемся мире, потому что менялось время. Я об этом не так часто говорю, но взять эволюцию системы солнечной, вот Солнце. Ведь Земля когда-то была ближе к Солнцу, и не будем другие планеты пока обсуждать. Это была, скажем, первая орбита формирования сгустка материи. Ну, допустим, пусть это будет 15 миллионов километров на Солнце было бы холоднее. Потом произошло изменение на Солнце, Земля изменила константу тяготения, то есть отброс произошел. Конечно, здесь катаклизмы были ужасные с точки зрения биомассы. Вот, ее тогда возможно и не было. Потом еще отброс, еще отброс, и на каком-то витке вот таком появилась биомасса. Потом появились люди, уж не буду я там Дарвина напоминать, в конце концов люди заселились, и вот сейчас мы живем в 150 миллионах километров, астрономическая единица называется. Я намеренно эти цифры привожу, это чисто условно, это чисто мой вывод, я никому его не навязываю, чтобы не взбесить ученые умы. почему? Потому что на земле менялось время, время неоднородно, скажем, здесь одно время было, здесь время другое, здесь третье, время ускорялось, а что такое время? Это не измерительный прибор, это условная единица, оборот вокруг солнца год, разбить его на 12 частей, это будет месяцы, разбить месяцы на 30, разбить сутки, и так далее, это все чисто условные деления, которые человек сам придумал, для того, чтобы измерять какие-то периоды жизни, следовательно, суть времени в чем? Суть времени в скорости жизни, в скорости накопления количества эпизодов жизни, и в какой-то степени мы тоже хозяева времени, потому что мы можем просидеть на диване, а можем за день столько сделать и в духе, и в теле, что другим и близко они не могут этого, то есть это зависит от интенсивности конкретного человека, жизни конкретного человека, поэтому один может быть гением, а другой имеет даже способности, просто вот использует жизненный срок как плейбой. Время менялось, оно ускорялось, это доказали еще, по-моему, в конце, в начале 20 века, что гравитация, она влияет на параметр времени, это время, еще раз говорю, это скорость жизни, плотность эпизодов в единицу времени, скажем так, поэтому взять, скажем, где-то здесь жил Мафусаил, или по кратности если 15, а здесь 150, в 10 раз, то есть радиус изменился, радиус 1 15 миллионов, а радиус 2 вот этот R2 150 миллионов, в 10 раз больше, 2π величина постоянная, взять R1 будет одна величина, а здесь будет другая величина, понимаете, поэтому когда Мафусаил крутился 900 раз библейский Мафусаил, для него это было равнозначно, чтобы крутились 90 раз, здесь из-за этого все произошло путанец, иной не жил 600 биологических лет, как и мы, не наши годы он проживал, понимаете, потому что он жил где-то вот здесь, не на том расстоянии от солнца, и все, в этом и тайна вот этих долгожителей, а на самом деле, скажем, мы прожили 60 или там 70 лет, это будет равно тому, кто жили вот здесь 600 и 700 лет, это всего лишь разный метр, здесь мерили обезьянами, а там меряют удавами, как в этом мультфильме, разный метр, это к чему, что очень многие такие догмы, что мне даже умнейшие люди говорили, что вот раньше люди были почти бессмертны, жили там по 900, по 800 лет, и говорю, да ничего там особенного не было, биологический цикл был примерно тот же самый, может какая-то коррекция произошла, из-за того, что с одной стороны там люди не столь были защищены, как сейчас, от хищников, от катаклизмов и так далее, постепенно они научились жить, научились преодолевать там что-то и стали дольше жить, нет изнурительного труда такого и прочее, прочее, много факторов, но в основное то, что произошло вот это, и в Абдуршина, я ключ этот нашел в Абдуршина, там всего лишь одна фраза, время на земле не было однородным, все, и больше он ничего об этом не говорит, когда я стал раскручивать это, мне стало много понятно, что вот так, так и так, естественно, я почитал работы Плыкина, там еще какие-то, еще какие-то, в сумме, такой островок знаний, такой островок, такой островок, плюс Абдуршин фраза, произошло замыкание, раз, исходится все, начинаешь понимать аспект какой-то, так же, как и по другим там моментам. Теперь мне хотелось поговорить немножко о наших детях, то, что я начал говорить, что если бы мы дали пример своим детям, они были бы другие, вот, и радовали бы наш глаз, не то, что там он такой умненький, хорошенький, голова у него не квадратная, а просто от того, что человек расцветал, и я видел по его глазам, что у него душа все понимает, что она тянется к Богу, к свету, значит, я за него спокойно быть счастлив и здоров. Вот что для родителей главное. Для нас это самая большая боль, когда у детей идет провал в жизни. Вот, и старт, мы им должны это дать. неоднократно я приводил по закону подобия, когда папа и мама притягивают душу какую-то, естественно, что у папы есть какие-то отклонения от нормы по характеру, у мамы тоже свои какие-то, соответственно, из этих отклонений душа примерно притягивается с такими же отклонениями. Почему? По закону подобия. И ученым кажется, что это генетика, наследственность. Но наследственность идет не по материи. Материя совершенно невинна здесь. А идет генетика из этого. То, что вот в религии говорят, что дети отвечают за грехи своих родителей. Вот они как отвечают. У мам превалирует, скажем, уныние там или обидчивость. Ребенок может эту линию получить по линии эманаций. От папы тоже что-то унаследует. Чаще, конечно, мальчики больше, а девочки от мамы. Ну, бывает и наоборот. В конце концов, ребенок растет и в нем эти качества проявляются. Как же они не нравятся родителям-то? А сказано, ты древна в своем глазу не видишь. А на самом деле в них это в большей степени проявляется. Вот чтобы родители немножко себя как в зеркало посмотрели с одной стороны. А с другой стороны, ребенок, если он нормальный ребенок, ему не нравится папины качества, мамины качества. И он начинает постепенно от них отказываться. И лично по себе скажу, что ревность отца мне была очень неприятна. Я сказал, когда я вырасту, я никогда свою жену не буду преследовать вот так. Было очень тяжко. И действительно у меня ревности почти не было. Меня вылечило именно вот этот закон подобия. Это очень мудрый закон, как и все законы Божии. Потому что иногда говорят о законах Божьих. Закон Божий. Вообще в школе преподавательной закон Божий о чем? Там в основном история религии и какие-то фразы там апостолов, Христа и все. Но расшифровка фраз этих и приложения на практике детям, ну никак. А тогда зачем? Это же мертвые знания. Да, ребенку нужно знать все это тоже, но вместе с этим постепенно, ближе к старшим классам, я говорю лет с 13-14-15 постепенно надо вводить вот этот настоящий моральный аспект. И тогда это многих бы отрезвило. И намного меньше было бы взяточников, жестоких людей, хамов и многого другого. Может бы не остались, но ни в таком количестве. Потому что человек понимал, что он несет ответственность всегда. Он ни от кого не спрячется. Если он спрячется от закона людского, он не спрячется никогда от этого закона, он всегда будет отвечать по счетам. И не из страха перед законом человек должен расти, а из той благодати, которую он бы почувствовал от родителей. А когда родители ему дали бы этот старт, он почувствовал благодать оттуда в ранней стадии. Еще раз говорю, нет больнее для родителей, когда ребенок растет в проблемах. И самое главное, что видно, что его не остановить. Вот он свое гнет и все. Почему? Потому что, к сожалению, когда выпускаешь, потом поздно. Ребенок не слушает родителя, если он и не может ему дать на опыте свой взгляд на жизнь, когда говоришь, что надо так, и так, и так. А он знает, что ты не такой. А что ты мне тогда предлагаешь, что ты сам не умеешь? Понимаете? У него возникает протест. И тогда он начинает искать, а кого взять за пример, и находит неких ярких личностей, которые на улице ему предлагают, пойдем угоним мотоцикл у соседа и будем кататься. Это же круто! Это же вот так! И он идет. И постепенно вот так вот мы теряем одного, второго, третьего, это, если взять в массе, это колоссальное количество таких проколов есть. Вот. И взрослые начинают пасовать перед вот этой проблемой с детьми. Вот отцы и дети, они вечно эти проблемы, как были, так и остаются. И решение их проблем вот здесь. Просто надо понимать, что происходит. И в педиатрии, когда я немножко когда-то лечил людей, детей, вот, значит, ребенок приходит, он, помню, восьмилетний, и бабушка его приводит, как всегда у бабушки хоть время есть. Папа, он с мамой, говорит, работает, им некогда. Я говорю, ну днем они работают, пусть вечером ко мне приходят. А зачем я, его привела? Я говорю, невозможно ребенка вылечить, если папа и мама кое-что не поймут. Вот если мама и папа перестанут брыкаться, во-первых, скадали друг с другом, потом с работы натыкают им там папе и маме, они приносят домой вот это, и начинается вот это все вот такое вот, эмоциональная каша. И ребенок в этой каше купается. Он ожидает от родителей внимания, какое-то тепло, они ему там, да, хорошие, хорошие, глаза злые, или еще что-нибудь. Не всегда это скандалы, но иногда чисто загрузка эмоциональная. Жить действительно тяжело. Тяжело стало добывать, хреб насущный и так далее. И только очень сильные папа и мама могут избежать, по крайней мере, если они не хватаются, они на ребенка это не передадут. Это нужно уметь это делать. Не просто скрытно вот скандалить где-то в спальне, закрывшись, нет, у них из поля должно это исчезнуть. Ребенок вас любит, и вы любите ребенка, соответственно, это общий сосуд. И когда один получает, получают это все. И это надо знать. Поэтому поговоришь с мамой, с папой, объяснишь это все. Вот там, где удалось объяснить, и они это поняли. На какое-то время ребенка подлечишь, вот то, что я рисовал, что не на клеточном уровне, еще раз говорю, клетки состоят из атомов, а атомы состоят из чего? Из электронов, протонов, нейтронов, а те частицы состоят из каких-то пимионов, мюмионов, там их 300, из чем-то частиц уже обнаружено. А потом эти частицы, это как бы корпускулы, они же тоже, это вихревые потоки, которые объединены при определенных условиях в какие-то конкретные квантованные вещи. Отсюда, если ты выходишь на уровень волновой, ты можешь формировать поток, который заставляет негармонию исчезнуть из поля ребенка или взрослого. И в человеке появляется эта гармония, но он ее держать не может долго. Почему? Он сам же эмоциями нарушает ее. И делится с ребенком опять. Почему ее, если папу и маму не вылечить, это сизифов труд, напрасный труд. На короткое время помогают, но все опять летит. А тогда зачем? Ну, может быть, на сегодня достаточно. Давайте перейдем к вопросам. в начале вашей лекции вы говорили, что болезни или дары судьбы у человека это все в каком-то, если я правильно понял, в каком-то смысле, распада за грехи в прошлом. То есть, мы посеяли что-то и пожинаем. Да, из этой логики следует, что люди больные или очень больные и с ударами судьбы, все прочее, более греховные, чем люди здоровые. То есть, это первый ввод для меня. Второй ввод для меня, что, как же можно тогда ребенок рождается какой-нибудь, он безгрешен и у него какие-то болезни и все, он умирает от них. Это такое наказание он несет. Или другой, противоположный пример, какие-нибудь там диктаторы страшные 20 века. Насколько мне известно, были вообще-то очень здоровые люди. Да, у меня так, целая куча вопросов на целую лекцию хватит. Просто, понимаете, сегодня задача сегодняшней встречи была в чем? Набросок. Это как вот не полотно маслом, не картина маслом, а эскиз. Я понемногу обо всем рассказал. Если углубляться вот в эти темы, очень много можно говорить. Ни одного диктатора здорового не было, я вам скажу. Не было. Просто они очень-очень на хороших продуктах сидели, с хорошими врачами и так далее. Но потом не сразу человек начинает страдать. У каждого человека своя индивидуальная судьба. Вот. И есть действительно здоровые люди. у меня были моменты, когда я видел, что человек, ну вот он вампир, натуральный вампир. Я в чем? Не с клыками, конечно, а вот он настроение портит всем и на этом живет. Ему хорошо, а всем вокруг плохо. И мы таких тоже хоть раз в жизни встречали. Я смотрю, вот он расцветает. Вот он действительно за счет энергетики друг людей живет. Бывает такое. И, к сожалению, с такими людьми можно дать отпор, причем молча, выставить стерпу, сказать, и пойдет обратно к нему. Ему это очень не понравится, ему будет тошно от самого себя. Но, опять же, мы неграмотные в этом отношении. Для этого, еще раз говорю, нужно быть сильным в духе. Только тогда ты сможешь защитить себя, своих детей, свою семью. И в сумме, когда такого народа будет много, свою страну избавить от проблем кризисов и войн. Мы это можем, но нужно этим заниматься. А в том, что вы сказали, там дети, не успел родиться, умер. Как бы он вроде святой, а он умирает. Я же говорю, что мы живем не один раз. И ребенок, который пришел сюда, он только тело получил маленькое. А на самом деле, такой же старый дух, как и мы все. Кочуете же многие миллионы лет по земле, и он накопил прошлое уже. Это не значит, что абсолютно это чисто его вина. А если мама пьет, или она наркоманка, или она очень злая, или еще какие-то проблемы у нее. Ведь это сумма всех факторов, понимаете. Это однозначно похожие случаи, но сумма, скажем, подводящая к этому факторов, разная может быть. В каждом конкретном случае надо рассматривать все подробно и внимательно. Я же, говорю, немножко занимался этим, поэтому клише тут никаких нет. Еще одинаковый возраст, одинаковая болезнь, а причины абсолютно разные. Я с этим тоже сталкивался. Ну, что еще? Про диктаторов я сказал. Так. Про детей. Что еще не ответил? На какой момент? Я просто думал, это человек, который болеет все время. Нет, понимаете, он греховный. Я говорю, у меня вот много лет этого опыта, и такого опыта, и такого, и с больными я повозился немножко. Но я понял в свое время, что когда вот там год, два, три людям помогал в таком качестве, а потом думаю, мне почему-то душа перестала этого хотеть. Мне было приятно помогать. Но, видимо, я шел по каким-то ступеням, и пришла ступень, когда я мог уже обучать, передавать. Я говорю, зачем лечить людей, когда их надо научить, они сами будут здоровыми. Причем надолго. Не просто вот я вылечил, а он через год, два, пять человек болеет. А если он пойдет туда, он через год, два, три забудет о болезнях, если он серьезно к этому отнесется. Это лучше, чем лечить человека, потому что читать лекции каждому больному утомительно. У меня на сеанс уходило там 3-4-5 минут, а вы, как видите, рассказать все убедительно нужно очень много времени. Час-полтора минимум. Это КПД очень низкий. А лучше собрать людей, дать им вот эти знания, скажи, попробуйте жить по-другому, и будете здоровы. Естественно, что у каждого свой багаж, у одного столько, у другого столько. Поэтому друг на друга не надо смотреть, одного получается, другого не получается. Но вы живите своим, у каждого свой потенциал. Скажем, если у меня, может быть, больше сил и больше опыта, с меня больше и спросят. А человек, который начинает, и у него, слабее потенциал, с него будет спрашивать именно того потенциала, какого он представляет. Это очень мудрая сила, она не потребует с него, чтобы все были равны, все выстроили в шеренгу и одинаково шли вперед и вверх с песнями. Нет. Абсолютно индивидуальный подход. У каждого свой луч, который его контролирует. Больше с вас не спросят, но и меньше тоже. Потому что, когда человек начинает получать эти знания и хочет идти, ну тогда иди. А если ты пошел, зная вот это, и начинаешь с прохладства относиться, тогда начинают эти ударчики идти. Ты все понял? Понял. Раньше ты был несознательный преступник, а теперь ты знаешь, что тебе сознательный преступник. все знаешь, но ленишься. Начинает подталкивать судьба. То есть, все это в личном опыте пройдено, поэтому мне говорить об этом легко. Что еще? Иногда по жизни как-то живешь, иногда встречается много, ну, сейчас я прошла, много как бы нехороших людей. Потом период, когда такое проходит, уже хорошие люди тебе попадают. как-то так как-то покажите мне то место, где их много. Я к вам перееду. я не могу сказать, это что-то такой вопрос. Ну, может быть, вам дает судьба возможность отдохнуть немножко. что-то можно что-то что-то случается, какой-то удар. Я вот, конечно, тяжело смириться и начинаю над этим работать. И сильное давление идет против смирения. И вот я, допустим, день-два над этим работаю, и какое-то всё равно внутреннее. Хочется кому-то высказаться просто. Я только мужу рассказываю, в общем-то. Вот я ему расскажу, и меня сразу отпускают почему-то. Вот что это такое? Муж после этого не жалуется ни на что. Потому что бывает, что когда человек на кого-то, ну, пожалуется кому-то, вы на него сбрасываете этот негативный шарик. Поэтому, конечно, с близким человеком можно пообщаться, но старайтесь, чтобы негатив на него не переходил. Нужно его уметь растворить в себе. Я никогда не хочу негативами с кем делиться. Если это моё, я его должен пережить и растворить в себе. Ни ребёнок, ни мой, ни жена, ни близкий, никто, ни даже мои друзья, никто не имеет, я не имею права им это передавать. Это моё. Вот радостью я поделюсь, а вот это нет. Поэтому, если вот вам нехорошо, вы немножко это про себя подумайте. С близким человеком, говорю, ещё поговорить можно, поддержку получить всё равно вот с энергетикой. Он, если такой человек не слабый, он это воспримет и растворит в себе, что и делает более сильный человек в этом звене, двойка, это муж-жена. Поэтому, возможно, ему и неплохо от этого. Я не говорю, что это обязательно так, но просто последите за этим. Неплохо, когда человек рядом с вами сильный, и он ваши беды растворяет. А иногда и он к вам придёт пожараться, а вы ему поможете. Тогда это такая пара достойная, хорошая. А если в этом случае выйти на природу, просто вслух пытается поделиться, как бы излили в себя. Нет, такую методику дать. Знаете, сколько рёвого будет тут в окрестностях? Она как везлила, душа своё ослабляет. Шума будет много. А почему же не поделиться с подругой хорошей или с хорошей? Нет, я говорю, можно, можно. Но очень много случаев, когда человек приходит и выливает на другого. Допустим, мне тоже вот иногда на меня сливает, сливает. Я могу много выдержать. Но чувствую, когда человек одну и ту же тему через меня пропускает пятый, седьмой, десятый раз. Я говорю, хватит, хватит уже. Потому что я растворяю, но есть и его. Он виноват. Я часть воспринял, но часть это ты должен немножко поработать над своим. У меня вот эта чувствительность есть. А вот я готов помочь, но только не до дна вычерпает это всех всегда. Учить замерие как бы переходит. Да, да. Отрицательно. Самое главное, самая хорошая защита ваша в этом случае, если вы умеете любить. Когда вы любите, за вами такой сноб огня идёт, что он растворяет всё. Но для того, чтобы любить, и этот поток всегда работал, надо от всех помех избавляться. Тогда очень мощный сноб огня идёт, он сжигает всё. И ничего не страшного даже. Почему вот из опыта опять вот среди тех людей, которые в теме, бывает женщина очень сильная. С ней рядом мужчина. Она с ним живёт год-два, она говорит, мне очень тяжело с ним, но я не могу его бросить. С одной стороны, он достаточно порядочный человек, он не слабый, всё, но вот он не верит, что делать? Я говорю, ну дождитесь, либо он пойдёт и поверит, либо в конце концов вы устанете. И вот приходит год-два, три, пять, семь, десять, смотришь, я уже не могу больше. Что делать? Я говорю, решайте сами. Я за вас жить не буду. Вы должны принимать решение. Так же, как я всегда приняшаю в своей судьбе, я принимаю решение. Потому что, когда меня спрашивают, получается, человек пытается переложить на меня ответственность за решение. А дух человеческий должен уметь решать и нести ответственность за свои решения. Он должен уметь жить. И если я неправильно принял решение, я за неё получу нехорошие последствия. Но это мои последствия. Вот моя ошибка. Я знаю, что виноват всегда в своей судьбе только я, больше никто. Друзья хорошо, когда хорошие друзья всегда можно поделиться друг с другом. Я имею в виду в хорошем смысле – да. Но есть и негативные моменты. Я думаю, это тоже у вас в опыте у многих есть. Когда возникает ощущение такое, какой-то тягомотина, не хочу я общаться. А человек вот начинает и говорить, и говорить. Это откровенно процарапывает твоё поле набраться. Ну вот, я говорю, я готов поделиться, но только вы меняйтесь. Потому что каждого лентяя не накормишь, каждого слабого человека не дашь ему столько скуп. Потому что, не потому что я не могу, может и могу, но я не хочу. Регулирует душа. Когда душа не хочет, я когда-то вот тоже, почему? Одно хочу, одному, а другу помогает, а другу не хочу. Мне говорят, потому что это что, надо помочь? А это не надо, он этой помощи не достоин. То есть, когда сканер главный, душа включается, она чётко регулирует отношения в любом жизненном эпизоде. В отношении с людьми, в поступках твоих, в отношении, скажем, к каким-то деньгам, в отношении на работе, везде-везде. Я никогда не от мозга это делаю. Мозг – это исполнитель. А я сначала настраиваюсь и начинаю душой как бы отщупать ситуацию. И душа мне говорит, не так, и не так, и не так. Я говорю, я не вижу как. Подожди. Только какое-то время приходит. Эврика нашёл. Вот, оказывается, как. Оказывается, вот так и надо было немножко подождать. И тогда решение приходит. И вот это взаимоотношение между мозгом и душой – это очень важно. Душа должна впереди быть командир, а мозг – это исполнитель. Вот. А когда у нас мозг становится над душой, идёт беда. Горе от ума. Не нами написано. Что ещё? Мы сюда приходим, чтобы душа как бы у вас была смат? Или как? Ну, я уже говорил о том, что человек из заготовки, он не имеет сознания духовного человека. Что такое отсутствие духовного сознания? Непонимание своей жизненной задачи, незнание процессов в этой природе. Учёные разобрались частично в материальных каких-то законах. Но ведь это частные случаи законов божих. А дальше что? Ну, а потусторонний мир, так называемый, он потусторонний стал только из-за того, что мы подчинились мозгам. А если мы бы жили в духе, у нас откровение с Богом, как было когда-то, так оно и осталось бы. В том-то и дело, что мозг передний стал занимать доминирующие позиции и отсёк нас от Бога. Мозг передний. Вот. И Люцифер правит нами через мозг. Почему-то верхов-то не удаётся избавиться. А когда на место мозг поставишь, тогда душа начинает выходить на первую линию и начинает управлять твоей жизнью. И тогда живёшь правильно. И не надо себя ни в чём заставлять. Это не принуждение себя жить по закону. Мне нравится так. Хорошо от этого. Вот. Это и есть свобода и лидер. Надо понять, у души всё-таки связь не будет. А может, что будет у них как-то связь? Смотрите, Бог породил человеческий дух. Раз Он его породил, всегда связь есть. А вот на уровне земли, чувствами и мыслями мы отсечены от Бога. Следовательно, порядок надо наводить именно в этих сферах. В первую очередь. Держи очаг помысла в чистоте. Тоже сказано нам Богом. И если я навожу порядок в своём сознании, у меня тогда и поведение внешнее начинает меняться. И принуждать меня к этому не надо. Оно само по себе это происходит. Ведь командует нами сознание. А сознание, оно же делится. Вот мозг, вот чувства, вот душа, дух. И вот дух должен управлять нами, а не снизу мозг мешать душе жить на земле. Когда приходят плохие мысли в голову, чувствуешь, что это что-то не так, не так, не так. Ну да. Как правильно бороться? Бороться, но, во-первых, если плохая мысль приходит, но вы не хотите такое, вот это не ваше. И вы можете на неё внимание не обращать. Потому что человек отвечает только за то, что его дух решил. Смотрите, вот моя мысль и даже чувство пришло обида на кого-то. И я хочу, да, хочу, чтобы он меня обидел, я хочу, чтобы ему плохо было. Я ставлю свою духовную печать. Вот тогда я за неё несу ответственность. А если у меня какие-то мысли болтаются, это как, знаете, у меня одна радиостанция нормальная работает, а в неё подмешиваются помехи из других радиостанций. Это не моё. А я их не слушаю. Потому что черти этим пользуются. И если человек начинает бояться этих мыслей, они тогда ещё больше на него разъедают, и человек становится тошным. Говорит, всё время мысли болтаются, но я не знаю, что делать. Я говорю, вы не обращайте внимания. Конкретно вот какие? Говорит, да вот хочется обозвать такого человека. Я не хочу обзывать, а он мне лезет. Я говорю, а вы не обращайте внимания. Вы же не хотите его обозвать плохим словом? Не хочу. Значит, раз вы не хотите, вы не отвечаете. Это, скажем так, эти вирусы какие-то болтаются и пытаются вас ввести в состояние ложной вины. Не обращайте внимания. Только то, что вы хотите. Желание ваше есть духовная печать. Вот тогда вы отвечаете за это. Это тоже из опыта уже говорю. Знаете, сколько разбирались там добро и зло, суд, не суд. Вот мы сейчас на перемене обсуждали, что если я даю какую-то оценку эпизоду человеку и так далее, это не значит, что я его сужу. Я могу сказать, мне не нравится война, хамство, воровство, нечистоплотность, лицемерие и так далее. Мне много, что не нравится. Мне от этого тошно. Но это не значит, что я их сужу. Я же не приговариваю их, а чтоб тебя взорвало там или что-то, чтоб тебе вот дали. Как мне плохо, так и тебе плохо. Я этого не желаю. И всегда говорю, на то есть суд Божий, который сказал, аз вас дам. Я за это совершенно спокоен. Я вижу, как воздается людям многим за их зло. И все, зачем мне вмешиваться в этот процесс? Не судите, да не судимы будете. А если будете судить, то будете судить тем судом, которые сами судите. С какой яростью вы ненавидите своих обидчиков, с такой же яростью ваши грехи на вас и падут. Вот же формула какая. Просто люди как бы теоретически эти аспекты воспринимают. А я их душой воспринял. Я живу этими фразами. Отсюда, когда ты в душу их опустил из мозга или поднял наоборот, соответственно, это становится твоей нормой жизнью. То есть, Слово Божие оживотворено в тебе. Это не значит, что оно в тебе уже сидит вот абсолютно все. Нет. Но оно все больше и больше дает ростков. И здесь легче становится, и здесь. То есть, человек меняется. И в этом и есть наша победа. Потому что нам, может, и двух-трех жизней не хватит, чтобы стать нормальными. Но мы должны за эту жизнь сделать все, что можем. А дальше видно будет. Ведь в самом вот этом конце Библии, это апокалипсис, там же написано, что сначала будет смерть первая, и блажен тот, кто воскреснет к новому бытию. А потом будет смерть вторая и последняя, когда сатана будет выпущен из преисподней и еще раз проверит людей, насколько они поднялись или нет. И если человечество допустит еще один раз падение в соблазне, значит оно будет окончательно удалено с земли. Потому что это творение Божие, земля тоже творение Божие, никому не будет позволено всегда и бесконечно портить жизнь. Не только друг другу, людям этим, но и жизнь, животным, растениям и так далее. Это тоже формы жизни, и мы им мешаем жить. Потому что смотришь, насколько птицы гибнут, рыбы, дельфины, куда ни сунешься, везде кошки, собаки страдают, животные, лошади, везде. И везде его величество человек. Чванно рассуждает о научных каких-то опытах своих, что он там добьется чего-то. Ну это вот, я могу сказать, что это абсолютное духовное ничтожество. Все вот эти вот опусы, которые нам предлагают как слава человечеству. У нас ничего славного не осталось на земле. Кроме, может быть, искусства, музыка, живопись, там еще что-то. Это последний островок дыхания, души. Да. Как раз Вы за животных спросили, вот с нами схема, понятно, почему у нас неприятности, там жизнь, там болезни, всякое такое. У животных и тоже бывают болезни серьезные. Почему? Ну, там я серьезно так с животным не разбирался, просто знаю, что когда животное живет рядом с человеком, оно от его энергетики часто страдает. И болеет, и даже погибает. А душа у животных есть? Есть, есть. Это вот то, что рисовал слой сущностного. Вот сущностное. Мы духовные, а это сущностное. В чем разница? Если человек в духе имеет свободу выбора, он может делать плюс и минус, соответственно, и получать свой урожай. А животное, оно не имеет свободы выбора. Оно живет немножко по-другому. А, соответственно, раз нет свободы выбора, у них нет кармы. То есть нет ответственности. Раз нет выбора. Выбор, если ты имеешь возможность сделать только добро, и никуда ты этого не делаешься, то-то, да, за что же отвечать? Или только зло. У человека есть выбор, ему доверен выбор. Он еще не несет ответственность. Вот, по-моему, Балавацкая, я читал, что она, я ей написал тогда в полях, что адвокат дьявола, потому что она пишет, что Бог сотворил бракованного Адама, который вон что творит. Отсюда из вину всю свалил на сатану. Сатана, это по-еврейски противник переводится. Вот. Свалил всю на вину на Люцифера. Вот. А сам Бог виноват, что он плохого человека создал. Вот, пожалуйста, это тексты и тайны, и доктрины. И я на площадке Теософов, выступая. Говорил, 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 и потом неожиданно начал цитировать Балавацкую. Как они все взъелись на меня. Как? Чего? Я говорю, вы что, свои книги не читали? Посмотрите. Достаньте. Кто-то побежал, достал. Я им нашел 473 страницу. Пожалуйста. Между ними такой свербор начался там. Я говорю, зачем меня пригласили? Чтобы поругаться, что ли? Я говорю, вы сначала почитайте тот источник, который вы опираетесь в своих изысканиях. Потому что вы считаете себя христианами и в то же время теософами. Это настолько разные вещи, говорю. А здесь слава Божия, а здесь Бог Мадама сотворил неправильно. В самом Боге совершенство, а совершенство не требует развития, поэтому там нет ни времени, там все, кажется, как даже непонятно, мгновение или что. Это абсолютная сила, абсолютная справедливость, абсолютное совершенство. И абсолютное совершенство несовершенное сотворить не может, ибо тогда он несовершенство. А раз сотворено совершенное творение, совершенный мир, почему мы в нем живем плохо? Потому что мы не умеем жить и даже учиться не хотим жить правильно. А виноват у нас кто? Кого вы не обвиняли бы, как бы не унывали, не злились, не обижались, не ревновали, не завидовали, в конечном итоге виноват у вас всегда будет Бог. Вот в чем дело. Почему не сам человек? А? Сам же человек. А он не хочет это признавать? Он не хочет признавать. Я еще, я же говорил, вот уныние. Вот человеку плохо живется, плохие соседи, власть плохая, церковь не та, все не то, все не то. А то, что человек вот эти грехи творит, ему становится жить плохо, по закону ответственности он признавать не хочет. Он эту фразу знает наизусть. И Библию может даже знать наизусть, но толку-то никакого. Вот он, его величество человек. Возьмите другую эмоцию какую-то, страх. Ведь страх запирает человеческую душу, отрезает его. Вот, казалось бы, почему страх греховен? Но если ты веришь в Бога, ведь я верой в Бога и в Его качество силу победил страх. Я говорю, если Бог со мной, значит я с Ним, и Он мне не даст в обиду, вот этим тут всяким черненьким. Вот. Но если это не так, значит я могу погибнуть. Ну что ж, я готов этот эксперимент, попробуем. Если я останусь жив, значит все нормально. Это было несколько раз. И поэтому, когда страх исчезает, я говорю, на опыте, я говорю, страх побеждается верой в Бога. Не просто, что вот есть такое у нас состоящее вот, Б, О и Г. Нет, это, я говорю, вот эти качества, Божьи качества, они должны быть учтены в наших опытах. Надо это признать де-факто, что Бог сильнее тьмы. И только в таком случае, когда ты душой признаешь, у тебя начинает умирать страх. Как видите, против этой эмоции другая методика. Против обиды, гнева и уныния другая методика. Против ревности другая методика. Каждый раз применяется против ревности закон выбора, уважение к закону, а не, вот она такая-сякая, эта женщина. Нет, не женщина тут рассматривается, твои отношения с женщиной, а твои отношения с Богом, с Его законом рассматриваются. Этой мотивации хватает. В данном случае обида или уныние, или там раздражение. Опять рассматривается не тот, кто тебя вывел из себя, такой-то человек, а рассматривается твои отношения с Богом. Закон ответственности. Закон такой, закон такой, качество Бога такое, такое. Именно это в основу победы над эмоциями лежит, а не просто какие-то человеческие изобретения. Нет. И этим надо пользоваться. И люди часто это забывают, даже те, которые вошли в тему. Им постоянно это напоминает, напоминает, напоминает нужно. Как вот аккумулятор, который постоянно нужно подзаряжать, подзаряжать, подзаряжать. Чем подзаряжать? А? Чем подзаряжать? Словом. 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 И раньше, езжая лекции, читал, 7-8 городов проходил за месяц примерно по России ездил. А вот в 12-м году как-то это все прекратилось. Я уже говорил, по какой причине. Ну, придет время. Я думаю, что оно не за горами, когда все это остановится. Вот жизнь меняется. Меняется околоземное пространство. Солнечная система характеристики быстро меняет. В том числе и Земля. Ведь это не так просто все. Вот та серая книжечка, которую я в прошлый раз привозил. Она есть. Мы когда-то собрали ее и напечатали, в Воронеж печатали. Эта книга тут, первая половина, что нам несет наука, какие заблуждения. Это все факты и очень такие известные люди. А вторая часть – религия. Тут исследования и монашества есть, исследования староверов. Там много чего такого есть. Вот такая вот есть, вернее, такой абзац. Давайте я вам его зачитаю. Пожалуйста. Это можно обратиться к любому человеку и сказать, если ты действительно ищешь Бога. Будь добр, учитывай все эти вещи. В одном из посланий, по-моему, это второе соборное послание апостола Иоанна. Тоже такая фраза написана. Кто говорит, что познал истину, а не кто говорит, что познал Бога, но не выполняет заповедей, тот лжец и нет мимостины. И тогда спросите, кто же выполняет заповедь и кто пытается их выполнять. В основном люди говорят, что это очень трудно, почти невозможно. Я тогда, оппонируя таким товарищам, говорю, получается, что Иисус Христос пришел на землю и пожертвовал Собой ради того, чтобы поставить нам невыполнимую задачу. Как же так? Следовательно, задача – это выполнима. Только Иисус кровью своей никого не искупал, потому что если Он искупил кровью всех грешников, мы бы давно уже расцвели и жили бы очень хорошо. Потому что страдаем мы за грехи, а если мы страдаем, продолжаем, значит, наши грехи как висели на нас, так и висят. И единственный способ искупить их, опять же, не потому, кто в VI веке изобрел вот это прощение грехов непонятно по какому принципу, игнорируя закон Божий, что сей, что и пожинаешь. Рассказано, что посеял, то и пожнешь. Прощайте и прощены будете. То, как конструкция наказания дается, что вы сеете, то и пожинаете. Та же, как конструкция искупления. Прощайте и прощены будете. Кому вы будете прощать, того и Господь простит или Отец Небесный простит. Вот эта форма, то, что я рисовал в очереди раза три. Это важнейший элемент был в моем пути, потому что пока я это не понял, в первые же месяцы никакого движения не было, потому что, чтобы списать прошлое, мне нужно было осознать принцип искупления, иначе я как болел, так продолжал бы болеть. А когда я начал уметь прощать, это не сразу получалось. Переставал раздражаться, переставал там это, это, это. И в конечном итоге мое тело ответило возвращением здоровья, возвращением подвижности, какой-то, можно сказать, клеточной радости хорошо от твоего тела становится. Оно вернуло мне вот это ощущение такое, какое я забыл уже давно. Ну, естественно, еще душа. Не могу сказать, что этот путь абсолютно безоблачный и очень радостный. Радость бывает, но нечасто, потому что идет настолько сумасшедшая война сейчас между светом и тьмой. Мы можем сказать в последней стадии, что когда она закончится, я не знаю, потому что стадия последней с точки зрения небес может немножко растянуто быть по отношению к тому, что мы думаем. Потому что срок конца никто не может знать. И Библия говорит, ни ангелы небесные, ни даже Сын Человеческий не будет знать, когда, точно дата. Но признаки, какие-то знамения, пожалуйста, они во многом уже состоялись, некоторые на подходе видимые и так далее. Вот это астрофизика об этом говорит и многие другие науки. А если мне говорили о том, о сроке перед самым выездом сюда, мне попросили рассказать примерно, что такое Сын Человеческий, когда Он примерно выйдет. Я говорю, ну, об этом сложно говорить, потому что Сын Человеческий – это тоже Сын Божий. Вот, опять же, рисунок. Помните, Богоматерь с младенцем, да? Дело в том, что женская ипостась первая, царица небесная, как описывает об этом Мандуршин, это источник как раз женской сути. Но это абсолютная чистота, огромная сила. Вот, и первое, когда идет от Бога луч, то есть на воплощение, первую оболочку Он получает вот именно от Бога Матери, от Царицы Небесной. Потом Овен, четыре следующих животных – Овен, Лев, Телец, Орел. Через Овна идет все духовное, поэтому если Он в духовный мир собрался, Он будет получать Овну, почему и называется Агнец. Отсюда все названия. Далее, если Иисус Христос шел луч, Он ни с чем не был сплавлен, как бы, или связан, это был, можно сказать, абсолютно чистый луч Божий, то второй Сын Человеческий, Он идет сюда. Здесь сквитэссенция чисто духовного идет, первосотворенного. Почему его символ вот такой? То есть первосотворенным, духовным, для того, чтобы он более ближе к людям через дух, хоть и дух немножко другого уровня, но это все-таки, и это дает ему возможность быть скрытым до поры до времени, потому что я считаю, что Он сейчас на Земле и недалеко от то время, когда Он в открытую выйдет. Это будет тогда, когда Земля и вообще наша система в Солнечной будет готова к преобразованию. Как это будет сценарий, естественно, никто не может и предположить. Вот Библия, наверное, лучше об этом говорит, что такого ужаса, который будет на Земле, никогда от сотворения мира не было, и после не будет никогда. Об этом Абдуршин тоже говорит, что то, что к вам люди приближаются, настолько ужасно, что лучше вам этого не видеть, потому что, если вы видите, многие сознания не выдержат просто этого. Поэтому я стараюсь об этом много не говорить, суть какая. И будем жить, продолжать. Главное, чтобы нам не вот так съезжать и не так по жизни тащиться, а желательно набирать какую-то высоту. Это значит, избавляясь от грехов, от своих ошибок, мы постепенно начнем уходить из этого болота, в которое мы попали по собственной вине. И если у нас это получится, желательно же, что восхождение должно быть по максимальной скорости. Я в своем опыте, когда у меня это начиналось, вроде иду правильно, а меня бьют. Бьют. И я говорю, ну я делаю все, что могу. Мне говорят, нет, ты не делаешь все, что можешь. Это тебе кажется. И я тогда, прям у меня возникла ассоциация. Я спортом занимался, когда-то и ручной мяч, и другими видами спорта. И я помню, если, допустим, я что-то делаю, нет до полной нагрузки. Я чемпионом никогда не буду. А вот если ты хочешь быть чемпионом, ты должен максимально делать едва-едва, скажем. Ну, образно говоря, лучше показать, скажем, как вот тяжелая атлетика. Если я могу там 120 килограмм поднять, скажем. Ну, все это мой предел. Но я должен 120, 120 поднимать, поднимать неделю, две, три. Мне очень тяжело, но я поднимаю. А смотришь, через 4 недели я уже повешу 125 килограмм. А если я буду говорить, да мне очень тяжело, тяжело, я так останусь на 120. Вот этот момент, когда человек преодолевает свою инертность и выходит на новый свой уровень развития, он действительно непростой, тяжелый, но он нужен для того, чтобы улучшать себя. А говорить, что я больше не могу, не могу, не могу, это неправда. Сколько раз бывает настолько тошно на душе, тяжело, вот задают тебе все, говорю. Ну, все, уже не могу, я думаю по себе. Ну, это же фраза. Неужели это фраза, конечно. Пойдем дальше и сможем, ничего страшного. Ну, тошно. Ну, что ж теперь. Ну, бывает такой день. Ну, два. А потом все проходит и опять начинаешь. То есть человеку всегда запас проще достаточно серьезный. Главное, что достойная цель и ее реализация должны быть непрерывной. Не так, что только по-ленински шаг вперед, два шага назад и в конечном итоге ты идешь назад. Какие вопросы еще? Если есть эмоция позитивная, хорошая, радость большая, счастье, вот я переполняю, тебе надо себе как-то подгулять. Зачем? Делим. Зачем? Приезжайте к нам с этой радостью. Поделитесь с нами. Да нет, ну это здорово, хорошо. Зачем же ее глушить? Не надо глушить. Нет? Жить эти. Конечно. Прекрасно. Отдавайте это людям, и они будут рады с вами встречаться. Конечно. Ну, бывает такое. Но дело в том, что здесь опять же контекст нужен конкретный. Допустим, мне нужно встретиться с человеком, который мне крайне неприятен. Ну, нужно. Ну, что? Я тогда, как, знаете, как рыцарь забрал одео, чтобы вот он мне своими этими вздорными качествами характера не вывел из себя. Как бы больше напрягаюсь. Как в самом начале, когда я вот от раздражения избавлялся, везде, где толкотня, это на рынке и в метро. Я всегда говорю, режим базар-вокзал. Там толкаются, там хамят, там запахи противные. Я уже там перестраиваюсь. Не так вот просто. Вот надо пробиться. Так же и здесь тоже. Приходишь немножко в другой режим. Выдержки побольше, готовность один. И решайте свою задачу. Ну, надо же. Допустим, мы живем в социуме, и невозможно решать свои проблемы только через очень хороших людей. Значит, приходится иногда и не с очень хорошим встречаться. Вот. И иногда даже, когда вот своей работой занимаешься, я не всегда могу сказать правду. Всегда я себя взвешиваю. Я имею выгода от того, что я не говорю правду. Нет, не имею. Для чего я говорю так? Или умолчание, лучше всего. Но если мне нужно что-то сказать, я иногда не договариваю. Я максимально тяну, чтобы не говорить неправду. Вот не договариваю что-то. Или так фразу построю, что она может быть немножко такое, кажется. Потому что если человеку сказать правду, он мне перекроет дорогу, я не смогу ничего сделать. А это полезно, это нужно людям. А вот он стоит на страже, как этот самый цербер у вулкана, там, в подземелье, и не пускает. Как его обойти? Значит, косточку дать надо. Пока он их грызет, я всегда пошел и пошел дальше. Свои дела делал. Фраза, не будьте, и будьте не только кротки, как голуби, но и мудры, как змеи. Ты же Иисус наподствовал своих апостолов. Потому что с тьмой бороться с открытым забралом и до новы не получится. Это давно понял уже. А не правда будет? Во спасение. Да. Маме я никогда не говорил правду. Потому что она бояться за меня будет. Ты же скажешь правду, скажешь, ты что, да, из-за сердца двоих были в голову. Что еще? Евгений Владимирович, ситуация с детьми и с родителями достаточно понятна. А вот бабушки и внуки. Вот такая ситуация, знаете, виснешь. Вот я отстраняюсь, и все равно чувствую, что виснешь ее, где-то под пределы, как себя вискально вести, чтобы, главное, не навредить душу. Вот, знаете, ну, я уже, так сказать, читала и знаю работы, но все равно чувствую вот эту вот цепку, знаете, что настолько дорого. Просто вот... Ну, в смысле, ребенок... Ребенок, ну, внук, да, как вы знаете, как работать, как вы именно практические, чтобы вот послать, чтобы навредить им. Да, ну, почему вы должны его навредить, если вы этого не хотите? Ну, в общем-то, да. Во-вторых, дети очень любят играть. Если они капризничают, надо увлечь их какой-то игрой, и главное, чтобы в глазах у ребенка появился интерес. И тут его надо развивать, отвлечь, смотришь, он уже это, ничего. Так. Он, знаете, бабушки всегда внуков балует. Да, вы знаете, вот, правда, вы говорят, вот, теперь, знаете, все ребенок, но почему-то, когда внук, я чувствую вот это, и действительно чувствую, что это все. То есть это единственное, что, скажем, уже от много 20 минут, а это дело. Ну, знаете, бывает, бабушки, они и балуют. Да, балуют? Да. Я где-то именно винию. Ребенок с бабушкой побудет месяц, а потом приезжает такой, от своих защитников уходит и попадает под жесткую линию. Да. И начинает мыть. Да. А что тут, золотая середина нужна? Баловать ребенка себе тоже не надо. Ты понимаешь, что это благие, ты вот это, понимаешь? Ну, я все-таки доскажу здесь, да. Мы говорили о том, что это такое. Иисус был любовь, боепостась. А самим человеческий – это другая непостась, это воля. Поэтому, помните, сказал Евангелие от Иоанна, по-моему, 14 или 16 глава Иоанна? Я от вас ухожу и миру более не явлюсь. Что может быть более ясного? Люди ожидают второго пришествия Христа. Даже Настрадамус в 16 веке писал, столь долго ожидаемый никогда не вернется. Дома в Европе в Азии появившийся один из входящих в Лигу Великого Гермеса возвысится над всеми королями Востока. То есть не Иисус придет, придет другой, но из этой же силы, с этой же силой. Поэтому это все тот же Бог, представленный нам в любви, а теперь представленный нами в воле. Раз любовь люди привили гвознями к Христу, и потом сказки сочинили, что именно смерть Он от всех спас, ничего подобного. Спасать мы будем все сами, опираясь на волю Божию. А кто не способен работать сам, тому не место в этом сильном мире, где он не хочет познавать ни законы, ни слушаться Бога и так далее. Кто же тебя оставит в этом мире? Ее не оставят здесь. А воля Божия – это Дух Святой. Поэтому Он и говорил, я от вас ухожу и миру более не явлюсь, но умолю Отца дать вам другого утешителя, Духа Истины. Это Дух Святой, который придет и наставит на всякую истину вас. Расскажет правду обо мне, о грехе и о суде. О том, что я миру более не явлюсь, второй раз повторяю. О грехе, что вы не веруете в меня. О суде, что князь мира всего рассужден. То есть во время его прихода грянет суд. Вот он сейчас в суд идет, а значит выход. А вот этой, как можно сказать, личности или этой фигуры, он не за горами. А вот и я, когда спрашиваю себя, почему, как скажем, я призван на этот фронт, потому что пришло время его. Далее, сроки. Какие сроки? Библия говорит, не верьте никому, который будет говорить, вот я Христос. Многие, говорит, придут под именем моим и будут, значит, вам чудеса являть, и знамения, и так далее. Прежде, говорит, будет глад, мор, и войны, и военные слухи. Народ на народ пойдет, царство на царство. Сейчас во многом это уже совершается. Далее. По причине беззакония, вот этого беззакония, грехов, у вас охладеет любовь, ибо человек в духе. И это и есть любовь. Отсеченные грехами от любви, мы перестаем любить. И мы это видим. По причине беззакония вас охладеет любовь. Об этом Иисус говорил. И проповедано будет Евангелие Царствия по всей вселенной. И тогда и наступит конец. Есть такое Евангелие? Есть. И давно уже. И оно печатается на территории Германии. В Штутгарте. И вон она, зеленая книжечка. И когда я ее получил, я ее почитал, у меня руки затряслись. Настолько сила оттуда пошла. Просто обалдел. И оттуда столько информации, помимо текста, получил. Я думаю, человек не может написать эту книгу. А потом, когда уже поподробнее узнал, говорю, кто это? Кто этот автор? А этот автор когда-то приходил, как Илья Пророк. Приходил, как Иоанн Креститель, а теперь он пришел, как писатель. Предтеча. И он дает очень много такого полезного, что нам необходимо, чтобы не через откровение, потому что получать информацию очень сложно. Сейчас настолько тьма сильно. Держать этот кабель открытым очень тяжело. Такие напряжения иногда, чтобы добыть правду о каком-то случае, или о каком-то моменте, который мне необходим. Трудно очень. Вот поэтому и пришел помощник опять. И тексты дается. Основные все позиции там все дается. Дается. Поэтому кому интересно, пожалуйста, читайте. А сроки ни Отец, ни Ангел Небесный, никто, никто не знает. Но, говорит, знамение. Будет тьма какая-то, падет тьма на вас. То есть и звезды, и солнце, луна, они дадут света. Какой-то период, там, двое-трое соток, что ли. Там еще какие-то. И только тогда, говорит, вот с ангелами своими, как там это поэтично написано. Сын Человеческий. Яйца. И что у него будет за его плечами? Тот же самый крест и голубь. Голубь я не буду рисовать. Вот его фигура. Говорит, когда вы увидите крест и голубь, тогда знаете, что это он пришел. И никакому экстрасенсу это не подделать. Никаким лазерным установкам невозможно это подделать. Вот, поэтому ошибиться мы не можем. Главное, что, как пишет Абборшин, что достойны должны быть, чтобы мы это увидели. А чтобы это увидеть, надо отозваться намного раньше, чем он придет. Поэтому строить себя, чтобы чувствительность душевная была, и не провалиться мимо него, а пойти куда-то по другой дороге, что, говорит, многие сейчас тянут вас и туда, и эзотерика, и секты, и всевозможные конфессии. Давайте к нам, к нам, к нам. И, говорит, перед самым концом, как пыль в глаза или песок попадает, и вы, говорит, можете, не найти этой двери правильного входа. А правильный вход дал Иисус нам. Ведь, как и пишет Абборшин, кто, говорит, понял правильно Христа, я ему не нужен, я же ничего нового не скажу. Просто за две тысячи лет настолько закопали Слово Божие своими толкованиями и так далее, что оно стало нерабочим. И достать вот из Библии, как я в свое время пытался, чтобы мне понять, что сказал Иисус, это Иисус говорил, или это Ему приписали. Для этого надо было иметь очень такую чувствительность хорошую, духовную. А для этого мне надо сначала бы расправиться со страхом, с ревностями, с этим, с этим. Когда это у меня через несколько лет исчезло, когда я первый год попытался, я же пытаюсь заповеди выполнять. Надо Библию, Библию пытайся, мне прямо идет, что тебе Библию читать рано, ты ее не поймешь. Ты не сможешь отделить зерна отплевел. Прошло лет 5-6, когда у меня уже многое было, ушло из меня. И я беру Библию, и вдруг мне одни фразы прям, ну, настолько меня в радость, такая вот ощущение благодати. А другие отталкивающие какие-то, не нравятся. И я тогда пошел в Донской монастырь, там и молился, и все, говорю, в чем дело? Они говорят, то, что ты чувствуешь душой, это есть правда, радость дает. А то, что ложь, тебе не нравится. Когда я взял эти радостные фрагменты, собрал, как пазлы. Вот они. Оказывается, очень все просто. Просто, говорю, закопали все хорошо. Много лет понадобилось для того, чтобы вот идти, как нащупать правильные вот эти камни, как в фильме по этому. Индиана Джонс, что не на тот камень наступишь, все, тебя или крокодил съест, или еще что-нибудь. Вот идешь, наступишь на камень, он шатается, ногу назад, еще ногу, им тоже шатается, пятый, седьмой, десятый, двенадцатый шатается, тринадцатый попал. Проверил, пошли дальше, опять новый фрагмент ищешь. И вот так вот собирал по крупицам, по крупицам, потому что настолько много у нас вот вдолбили в нас именно вот этих догм, что это вот так, что религия вот так, что это вот так. И я шел по ним, и думал, это правда. И только опыт приводит тебя, что из всех фрагментов только один фрагмент правды. Оставляй, все это не то, не то, не то. И вот этот опытный сбор, как говорится, и привел к тому, что собрать вот эти вещи, проверенные опытом, а опытом проверенные твоим личным опытом, не священника, не кого-то другого, когда это приводит тебя к успеху, к здоровью, к радости и к настоящей убежденности, уже не вера, а убежденность. Вот тогда я говорю, да, в этом есть суть религии, потому что задача какая у человека? Не у Бога задача научить человека тому и сему. Неправильно. Человек должен искать, опять же, свобода выбора. Если человек Бога не ищет, Богу он не нужен. Не нужен он Богу. Вот тот только человек сам ищет Бога и в конечном итоге находит у него есть на то и вера, и воля. Вот этот человек достоин отношений с Богом каких-то, каким-то отношений. А другое, у нас неправильная суперпозиция. Люди, это всего лишь часть колоссальной, из колоссального вот этого объема Вселенной, это все лишь один фрагмент жизни. Есть и другие планеты, там тоже есть жизнь. Есть и на нашей Земле очень много другой жизни. Мы не какие-то, не пуп, как говорится, ради чего, ради нас все должно обрушиться и так далее. Переоценили мы свою значимость. Мы, жизнь такая же, как какие-то другие варианты жизни в творении. И вот мы заблудились. Нам протянули руку помощи, мы ее убили, Христа. Сейчас приходит, начинается, либо вы с Богом, либо вы будете уничтожены. Ультиматум, все. Потому что это творение Господа Бога не людей. Мы здесь гости. Мы пришли к накрытому столу. Природа красивая, рождены. Живите, пожалуйста, учитесь здесь жить. А мы в этой школе начали ломать, крушить все, уродовать. И говорим, какие мы великие, здорово-то, как мы живем. Вот те люди, которые осознают, что они не совсем правы, начинают говорить, ну мы бы жили правильно, нам же мешают. Но мешают только потому, что отношение человека с Богом неверно оформлено. А если их правильно оформлено, значит, ты попадаешь под защиту. И ты способен идти, потому что без крестной силы идти невозможно. до какого-то момента на земле крещение было не нужно. Скажем, если тьма была условно говоря вот такой толщины, человек еще мог самостоятельно пробиться. Крещение возник только тогда, когда слой тьмы через какие-то тысячелетия или сотни тысяч лет стало настолько плотный и мощный слой грязи этой массы греховной, что человек самостоятельно уже проломиться не мог никак. Тогда понадобилось что? Крещение что дает? Соединение воли Божьей с волей человека. Можно сказать, что вот это существо, рожденное Богом, получает колоссальную дотацию. И дух человеческий становится намного сильнее в обмен на что? В обмен на свое разоружение. Не греши. Верь и не греши. Вера дает тебе связь первичную. А когда ты начинаешь побеждать свои грехи, опираясь на эту силу, у тебя начинается выход отсюда. Ты меняешься. То есть ты перестаешь враждовать с Богом. И в таком случае поддержка идет всегда. И что еще надо? Что в этом сложного? Ничего. Что, какие-то заумные надо богословские трактаты знать, или латынь, или еще что-то? Нет. Бог обращался ко всем людям земли, какой бы конфессии они не были, какого бы имущественного ценза, возраста и так далее. Нации, какая разница? Мы все одинаковы, мы духовны по природе. И разделить нас по национальным признакам, это национализм, по конфессиональным, по еще каким-то, что это религия лучше, это так. Да, есть люди, религии, которые посильнее и почище, которые послабее, но не в этом дело. Дело в том, что зависит это конкретно от каждого человека. Способен ты разобраться в этом, с их отношением с Богом или нет? Религия происходит от слова религаре, восстановление связи, восстановление союза, переводится с латыни. Кого? Человека с Богом. И если эта религия, конфессия, в состоянии связать человека с Богом, тогда она тянет на термин религия. Если она не может это сделать, значит она никакого отношения к религии не имеет. Ибо она восстановить себя с человека с Богом не может. Везде терминологически надо относиться строго. Какие вопросы, пожалуйста? Нет вопросов? А вот есть в Библии есть такое. Идет Сын Человеческий на землю, найдет ли он на земле или одну веру? Веру. Немножко не так, ни одну, придется, или человек, с кем найдет ли он веру. Это вера, когда человек не может Богу повериться. Ну потому что, вот вы не читали об Душине, да, вот Святой Истины? Там как раз таки о вере несколько глав. Вера по привычке. Как верили предки, так и мы. И как-то человек вот этими фразами забируется. Потому что нужно себя спросить, насколько я верю. когда у меня началось, в 1994 году, это вот первый такой элемент, вера. А я говорю, что для меня вера? Ну, допустим, я верю в Бога, априори, у меня опыта еще нет. или если я верю в Бога, что для меня Бог. Кроме того, что это Создатель, это сумма каких-то законов, которые я должен признать, распризнаю и должен выполнять, потому что если признаю закон и не выполняю, я тогда преступник. И мне вот это пошла логика, логика, я думаю, получается, что вера запускает меня. Она требует от меня изменения. В лучшую сторону я должен подчиниться закону. вот если я признаю Бога. А если я признаю, но не выполняю законы, кому твое признание нужно? Это, скажем, первый шаг сделал, а потом отвернулся от Бога. То есть, если ты пошел, иди. И вера, она, я говорю, это форма, которую мы строим. Я верю, значит, я открыт Богу. А если человек верит рассудкам, рассудок его обманывает. Мы верим, верим, до посинения верим, а толку-то никакого нет. Потому что рассудок это всего лишь 300 тысяч кмитров в секунду. Я уже говорил о физике. Эта микросхема не до Бога не достучится. Чувство в 400 раз быстрее и тоже не достучится до Бога. Это же второй кордон дьявола. Первый это материализм, а второй вся эта эзотерика, и все это лжерелигии, лжесекты. Это ловушки от сатаны. А пройти туда, как Иисус сказал, только через меня, а я Слово Божие. Только выполняя Слово Божие, вы можете туда пробиться, через все эти ловушки. Вот поэтому выход туда только через выполнение Слова. Естественно, что помощь пойдет только в этом случае. Вера, цель, опять же говорю, крещение нужно настоящее. Кому повезло, если было настоящее крещение, священник, это одно, а если священник сам неверующий и крестит, крещение повисает в воздухе. Об этом тоже в Туши пишет в своей главе крещение, что говорит, если должен тот, кто крестится, должен быть к этому готов, духовно. И тот, кто крестит, должен быть праведником воли Божьей, а не просто болтунок. Как это поставили его крестить, вот он крестит. Это от человека не зависит, Бог дает право на крещение или не дает. это не человек может поставить на место кого-то крестителя. И то, что вы говорили про то, что сын человеческий, он не найдет и веру. Вера настоящая, она такая, это не от мозга, это вот вера. Мы должны духом верить. И дух этот должен соединиться с материей и вся эта линия заработать как проводник. На каком-то уровне 17-18 чинэн в чувствах или в мыслях. Мысли, я говорю, это материализм нас отсекает. Нет никакого опыта, люди говорят. Вижу. А есть, которые вышли туда, наверное, может и есть, но вот он берется вот так вот. Давайте мы вот такие методики, вот такие методики получают сенсорные способности, но не очистившись сами свою вот эту туховую иголочку астральную, они начинают вместе с правдой нести неправду, потому что и начинается подмешиваться здесь. И таких тысячи, тысячи таких направлений. Патриотизм это тоже как? Почему? Ну, как изм. Ну, почему? Патриотизм это любовь к всей стране, которая, ты вырос в этой природе, ты защищаешь, защищаем этой силой государства и так далее. То есть, наоборот, это хорошая часть. Что? Другое дело, что не всегда в этом вашу жизнь хорошо. Но это более вопрос. Все равно человек, если он нормальный, он родину свою любит. Потому что власти приходят и уходят, а родину остаются. Мы же любим географию, любим какую-то народную обществу. А что, пришли когда-то Хрущев или Сталин или Николай Второй когда-то или Петр Первый. Были какие-то власти, одни были сильнее и лучше, другие были слабее. Но одна та же страна, одна и та же. Мы любим страну, мы любим свое окружение, свой народ, связанный языком, культурой какой-то и так далее. В сумме это и есть патриотизм. Николаевич, я перелисовала, что Первый мир сейчас частично замрязнен. Проходит так, что души людей, которые умирают, они застревают в этом стране. И дети новые, которые рождаются, они пропадут сейчас. Ну, в общем, да, потому что новенькие души чистые. А вот если человек получил крещение после смерти, у него больше шансов прорываться. Конечно. Да? Потому что мы же умерший человек теряет только оболочку. Допустим, он тут застрял, крещение соединяется с ним и дает ему шанс. Там же процессы идут. Это мы материалисты или полуматериалисты считаем, что вся жизнь она вот здесь. Именно мозг превратил вот эти миры в потусторонние. На самом деле все мозги поставят на место и душа тобой командует. Душа начинает все эти этажи сканировать, если она открыт, и ты начинаешь это чувствовать все. Когда ты понимаешь, что жизнь твоя бесконечна, поэтому я вот говорю, когда я это понял, мои старые знакомые, которые мы там росли, работали в Сирии, когда там валяют по вот этим несчастным, которые бомбят, и они приезжают, когда через Москву едут, и говорят, вот вроде по паспорту ты, а по глазам не ты. Потому что то, что было когда-то, в 80-х, 90-х годах, они говорят, настолько глаза изменили, а что ты, исходят, и раньше это смертно, а что это смертно, и глаза, сердце во душе. Они говорят, что мертвы-то каковы и нет. Когда человек идет, с возрастом туда, появляется вот этот сборки, место на глазах, что покупают, как-то так, у меня вот это абсолютно нет. Потому что, я думаю, ну, наступит что-то, получим новенькое тело, и проложим хулиганты на земле. В хорошем смысле. Ну, предпоследнее. Хорошо. Я про это, про души нам. Вот он, как говорит Владея, по-моему, на человеческой цели пишет в том, как бы, вот, в Усско-пословице, где родился, там пригодился, и он рекомендует не перележать никуда, а жить там, где ты родился. Если переехал, периодически возвращаться на то место, где ты родился, для подзарядки. Вот вы на себе это испытали, все-таки тоже приехали, да? Мне возвращаться не надо, мне лет 10 хватило, чтобы, скажем, я как растение принял другую почву. От ностальгии ушло. А, значит, ностальгия, это как раз не показывает, что ты корнями... Ну, я же из Азии. Я про себя тоже точно что из Азии. Да. Потому что было тяжело. Потому что, совершенно другое солнце, другая погода, другая растительность, пища другая. И, конечно, это чувствуется. А если у нас с Азии нет, то все в порядке? Если нет, то значит все... То значит прирост другой почвы. Корни уже здесь. Корни уже здесь. Вот, в порядке. Иногда хочется съездить, ну, так вот, как посетить места своего детства, все-таки любовь остается. Ну, да. Ну, да, благодарность. Что-то поменялся. Ну, последний вопрос, Юрий Николаевич. Я все-таки... Ну, вообще-то... Не могу точно сказать, но в осени прошлого года замечаю на Небосквоне очень яркую звезду. Очень яркую. Она, допустим, в сентябре я ее видела по 15 градусам горизонту на юге и по западе. Сейчас она уже примерно на 45 градусов поднялась на Небосквон. Но настолько яркая звезда? Нет, не под минует. Совершенно отдельно. Вот если представить звезды как лампочки от фонарика, то эта звезда выглядит как лампочка такая очень яркая, очень большая. Я какую-то звезду вижу яркую тоже. Я не знаю, может, это не звезда планеты, Юпитер очень ярко выглядит вообще на самом скроме. Такой раньше не было. Я думаю, я действительно обратила внимание. Я забыла, да? Она действительно видна, но я думала, что вообще выходит. Может, это звезда света человечества? Слабая в астрономии человек, знаю, в десятых, полтора звезд, но ведь еще про комету в душу не пишут. Комета, которая в Солнечной системе, она говорит, когда появится и пройдет через наше пространство, она несет вселенские катастрофы. То есть это из класса, как называется Ефреевская звезда, такая же была во времена Христа. И волклы ее видели, почему ее поняли, что на Земле Мессия пришел. Сейчас такая же комета. Вот где она светит и как ее не узнает. Но то, что Земля очень серьезно меняется, я не говорю прочь, и то, что в этой серой книге фрагменты, они собраны данные где-то на конец 19-го, конец 20-го века, начало 21-го, то есть 99-го, 2000-го, 2001-го года. Данные оттуда, там и то, столько такого, что там и атомы, и кислоты, этот водород в Солнечной системе в 100 тысяч раз больше фон стал откуда, берется, чтобы синтезировать атомы, это колоссальная энергия нужна по формуле не равняется 70-й квадрат. Кто знает, что это такое, чтобы создать крохотную массу, там, как этот, Яницкий у меня его есть, рулял, они говорят, когда в Гоме были, откуда вода неожиданно, говорит, топит стада, сносит сель, откуда это все? Вот, станции показывают вокруг, что везде суш, влажности почти нет, это пустыня, и там воды почти нет. И в течение двух-трех часов откуда-то набегает и ниоткуда она взялась, просто вот откуда возникла и начинают кубокилометры воды сбрасывать на землю. Вот, когда они посчитали, что для создания для синтеза одного литра воды не хватит энергии Солнца, падающего в течение суток на полушарии Земли, не хватит, один литр по этой формуле, откуда же кубокилометры берутся? И говорит, мы имеем дело с какими-то сопредельными для человеческого сознания силами, которые могут фокусировать в данной точке вот эти вещи. Следовательно, вот он поток, пожалуйста, в таком небольшом масштабе. То есть, человек настолько далек от истинных знаний своей природы, они такие. Ну, я говорю, что очень много всевозможной литературы, которые стоили с другой стороны эту тему, поддерживают, освещают. Есть, конечно, непредвзято. Есть литература конкретная, которая человеку вводит в сторону. И я это чувствую, потому что моя задача главная не то сказать, что я во всем прав. Нет. Я вам пытаюсь рассказать о христианстве, опираясь на фразы Христа, даже мало в душу напоминаю. Почему? Он еще не столь авторитетен, как Библия. Но это одно и то же, только современный вариант. Вот. А те люди, которые возьмут прямую речь Христа, выберут ее и попробуют по ней жить, я хочу, чтобы они это сделали, если они хотят этого. Конечно. Если не хотят, это воля их. Но если они хотят быть христианами, пожалуйста, вам никто не мешает. Но только вы живете по Христу, а не потому, что потом последователи растащили на запчасти. И сделали кучу религий вместо одной единственной строкой. Вот Бог, приходящий Бог, как Он может дать разные направления? Да никак. Значит, логика, вернитесь к первоисточнику и попробуйте оттолкнувшись от Него стать христианом. Иначе вы будете кто угодно, павлианцами, ионитами, и кем угодно, но только не христианами. Если вы начнете, у вас это начнет поучаться, через какое-то время вы почувствуете пользу от этого в вашей судьбе. И тогда уже у вас ничего не сдвинет, вы пойдете, вас никто не остановит. Это будет ваш опыт, у вас появится собственное ощущение души, которое будет вести вас по жизни безошибочно, а следовательно, не совершая ошибок, вы не будете получать последствия ошибок. Что и нужно для человека. Это и есть умение жить, самостоятельно жить, не через кого-то, а лично ваше сознание, подчиняясь собственной душе, а следовательно Творцу, вы не будете никому мешать жить и сами будете сейчас. Это вот основная цель. Ну и это был последний вопрос. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok